друзья здравствуйте как говорят в интернетах доброго времени суток где бы вы ни находились я желаю вам всего самого доброго и хорошего у нас в эфире очередной выпуск очередная видео беседа и я думаю что в очередной раз мы с вами просто получим очень много хорошего вот эти беседы все буквально я не помню ни одной чтобы не обогатила лично меня и чтобы она не произвела огромное количество отзывов от людей я получаю огромное количество комментариев писем и люди благодарят друзья это невероятно еще раз напоминаю для тех людей которые этикетом не владеют и слишком грубые какие-то вещи пытаются выразить на в комментариях на канале таких людей просто удаляю извините воспитываетесь ну вам как-то дается время на воспитательный процесс всех остальных приглашаю к общению распространяйте ссылочки на на этот канал на эти беседы на эти интервью ставьте лайк и все что там полагается в ютюбе друзья сегодня все без дальнейших всех технических подробностей я готов вам представить нашего гостя сегодня будем разговаривать с человеком как с которым я никогда лично не встречался не беседовал но как только начались вот эти интервью почти в каждом под каждым интервью приходили комментарии где упоминалось имя этого человека и в конечном итоге последний как это называется соломинкой что подломила хребет верблюда была личная рекомендация от николая зайцева когда общался с николаем не и мы поговорили говорю если у тебя есть какие-то люди интересные которые вот в таком же духе в таком же ключе это во первых люди пророческие и во вторых я люблю приглашать людей благодати а если они еще и совпадают что это не противоречащие друг другу два потока а втекающий один другой это вообще самое чудесное и николай мне сказал обязательно пригласи яну титову и это как раз то имя которое всплывало ну раз пять наверное всплывало в комментариях поэтому я так и сделал я связался с я на и она откликнулась и сегодня мы с ней будем знакомиться общаться разговаривать я хочу узнать кто она что она чем она занимается как ее господь использует как она переживает бога чтобы она поделилась своим опытом хождения с богом своим опытом роста в боге и в том числе то как она служит в силе духа святого так что все без дальнейших предисловий я вывожу на экран нашу дорогую гостью яна титово яна титова правильно о ее я тут перепутал фамилия на титов не буду тогда выводить титры я на добрый не знаю какое у тебя время суток это не имеет значения шалом короче да я на я очень рад что ты откликнулась я очень надеюсь что у нас получится интересная беседа ну во первых давай для начала познакомимся вот это чисто на человеческом уровне так сказать по плоти если ты не возражаешь не буду тебя спрашивать сколько лет говорят женщинам неприлично сдавать такие вопросы но если есть желание ответить можешь ответить я о тебе знаю очень немного я знаю что ты любишь господа нашего иисуса христа очень сильно я знаю что ты любишь его народ людей божьих церковь я знаю что ты течешь в пророческом духе я знаю что ты живешь в израиле а родом из петербурга насколько я понимаю с моей исторической родины не так много я тебе знаю что у тебя дети есть вот давай вот чуть-чуть познакомь нас с собой вот на этом уровне вот на не знаю биографические какие-то точечки соедини откуда ты как ты как давно в израиле что семейное положение чем можешь поделиться поделись ну всем привет всем шалом денис огромное спасибо за приглашение те эфиры которые мне удалось посмотреть они были очень трогательными и захватывающими и я думаю что то что ты делаешь это действительно бесценно и мне кажется что у этого будет большое продолжение я вижу извиняюсь меня что-то понесло вижу огонь на тебе и вижу помазание которое высвобождается для тебя свежий елей на твою голову стекает вижу что благословение высвобождается в твой дом вижу ангелов другого порядка которые приступили и служат тебе в этом служении и это только начало потому что царское помазание слава она будет сопровождать тебя и те с кем ты будешь общаться это будет расширяться это будет усиливаться и это помазание на будет нарастать я просто вижу что ты человек пробуждения ты человек стадионов я вижу что уже высвободились полки ангелов и ты тот человек который будет собирать невесту будет будить невесту будет активировать невесту и будет призывать ее к тому последнему этапу который мы все входим сейчас это что-то сверхъестественное прямо это ощущаю он опускается как облако на тебя и на твой дом аллилуйя я на спасибо огромное но ты 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 рискуешь закончить наши фигуры еще не начавшись меня тут накроет жестко и мы выйдем из эфира надолго спасибо я принимаю на самом деле я верю в это вот я принимаю и как это не звучит пусть ли кого-то покажется надменным и гордым это не так я просто в смирении это принимаю это так я знаю это 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 правда и я вижу сейчас руку божью очень сильно и это только начало спасибо тебе большое я на но эти друзья как с пророками опасно разговаривать ты пытаешься вывести сначала вот ну на мелкоту они сразу тебя куда-то забрасывают на глубину начинаешь выплывать окей яночка могу эти яночка называть иногда я люблю уменьшительно ласкательные варианты обращения к людям и все детки я дети мы дети я на хорошо спасибо ты меня благословила если что-то будет еще приходить делись не стесняйся но все-таки я хотел чтобы наши слушатели познакомились с тобой расскажи немножечко о себе давай так кратенько о семье о том как ты оказалась в израиле и я первый вопрос обычно задаю как тебя бог нашел так вот краткую версию истории как тебя бог нашел я постараюсь я родилась я в петербурге 18 лет жила в питере и 17 лет мы переехали в израиль точнее мы ехали в гости к бабушке с дедушкой должны были вернуться но бабушка решила что нам не надо возвращаться поставила ультиматум сказала вы на самолет я в гроб ну естественно моя мама выбрала остаться с бабушкой к моему великому сожалению потому что это в мои планы вообще никак не входило сколько тебе было когда ты уехала я это все друзья только это все живешь друзьями это в общении и раз и все это был очень такой серьезный для меня момент но интересно что перед поездкой в израиль я помню что ну первых я была с детства верующая бог меня касался с самого детства и он мне показывал какие-то картины которые не могла вместить какие-то звезды какие-то другие реальности которые мне были непонятны и это называла думками тогда и я была в православии усиленно всем рассказывала про бога то есть проповедник проснулся еще в детстве на самом деле но в то же время как бы я еще верила в гороскоп и там во все остальное и перед поездкой в израиль меня научили гадать на библии и я открыла библию и мне там написано было но меня интересовало любит меня кто-то или не любит но естественно что я там увидела что бог собирает колено израиля я вообще ничего не поняла какие колено израиля куда он собирает и чем какой ответ на мой вопрос решила что библия короче как гадалка не работает ну что я три раза открывала и ответ был один и тот же и я никак не могла понять что хочет от меня эта книга научим решила что это все ерунда и интересно тоже еще там раздавали у нас такие книжечки покаяния и я помню что я почему-то на коленях и под стулом там нарисован был стул и я на стуле я под стулом в общем я под стул залезала читал эту молитву покаяния мне было лет 15 книжечку да 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 вообще такая маленькая синенькая ну в общем я там буквально все воспринимала ну и бог видимо с искренними поступает искренно и нас пригласили в одну баптистскую церковь здесь питере и мы сходили я там чуть не заснула в общем мне ужасно не понравилось было мало людей было очень скучно мой брат просто спал я для себя решил что это странная церковь и странный бог и все-таки православие наверно лучше там хотя бы все крестятся ну так я для себя решила и с этим мы уехали в израиль и в израиле конечно мы тоже искали православную церковь и она была закрыта каждый раз мы приходили она не то батюшка с матушкой куда-то уехали ну короче большой амбарный замок раза три нас встречал и то есть мы так поняли что ну нам явно не туда и с первого же дня там бабушка сказал тут есть одна верующая она вот вас отведет к верующим и вот мы попали в одну общину и там в общем то приняли крещение там же произошло и крещение языками и всеми остальными элементами причем все крестились легко одна я все говорят там говори аллилуйя язык заплетется у меня он заплетается я его расплетаю ну в общем все все люди как люди одна я там три раза не могла никак получить это крещение когда же я наконец его получила счастью моему не было предела в общем я думаю это так просто чу сразу нельзя было объяснить да ну в общем это вот такая была история параллельно меня бабушка познакомила с моим мужем будущем и вскоре там у нас родился ребенок мой старший сын но он не хотел быть с богом в общем то и мы сколько не бились так мы не добились ничего но сейчас на данный момент я замужем второй раз у меня шесть детей три мальчика три девочки и в общем то слава богу бог меня благословил очень особенным образом в этом смысле у нас поровну да я сначала думал что будет больше девочек но бог сказал нет все поровну так что у нас три три старшему тридцать младшему шесть девочкам у нас ну и восемнадцать будет давиду так что у меня получается каждые двенадцать лет рождаются мальчики как вычислила моя мама джир у тебя получился такой веер полный да 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 и девочки у нас тоже тринадцать восемь ну почти девятнадцать и двадцать то есть такие уже все более-менее взрослые слава богу но это то что мы имеем сейчас вот ну и жажда по богу была всегда и всегда хотелось чего-то сверхъестественного крещение удалось принять прямо в иордане я думала что там где иисус крестился это был такой трепет и в общем это было очень интересно крестились почти всей семьей и это тоже было ну как бы знаменательно да то что все одномоментно пришли бабушка и дедушка там и брат и все крестились одномоментно то есть как-то это было белой одежды и орда сколько тебе уже лет в тот момент было 18 все началось закрутил все закрутилось все понеслось вот а потом интересным был такой момент что я обиделась на бога какой-то момент лет через пять решила что я не хочу оставаться в том браке в котором я была это был садизм на мой взгляд а развод запрещен я рассказала раз ты такой садист богу все бай я с тобой нам с тобой не по пути и я от него ушла и можно сказать там пути пустилась во все тяжкие ну как во все тяжкие там друзья вечеринки там да там естественно алкоголь там какие-то сигареты еще что-то но не не тяжелее этого да и потом где-то год это длилось я продолжала людей евангелизировать и там наступил крах личной жизни очередной и в какой-то момент я нашла себя на окне что у меня долги и что я не хочу жить и вообще хочу выйти в окно с пятого этажа я уже все запланировал но у всех людей у них есть якоря да то есть какие-то вещи которые держат в этом мире вот меня такими якорями был сын и мама и в какой-то момент эти якоря перестали меня держать потому что ну дьявол он лжец конкретный да то есть и когда у тебя ну все плохо вроде бы все плохо и кажется что безвыходная ситуация там нету денег долги там негде жить и ребенок на руках и вроде ты как вообще не понимаешь что дальше будет и как-то безвыходная ситуация особенно ты еще заболеваешь у меня в тот день болело горло и ухо я приняла твердое решение что все я выхожу в окно и я уже стояла на окне и звонить телефон и звонить телефон и я думаю ладно я отвечу на телефон и потом выйду в общем отвечаю на телефон там звонит человек которого я евангелизировала в церковь пригласила будучи в ссоре с богом и он говорит я пришел а где ты опс как неудобно думаю ладно надо съездить показать человеку все вернусь выйду в окно в общем четкий у меня был план я еду в общем так неудобно стало ужас какой позвала человека и забыла и приезжаю а там как раз был праздник церкви и съехалось много церквей молодежь я вдруг понимаю что молодежь церкви есть а меня оказывается это волновало я даже не понимала что меня это волнует соответственно это было мне 22 года было где-то так да то есть то есть мы даже не иногда не даем себе отчета что нас волнует на самом деле вот и вдруг я обнаружу что есть молодые люди ну думаю ладно есть и есть и начинается прославление и вдруг у меня исцеляется ухо потом горло я стою соседу какому-то незнакомому суши горло исцелилось ухо исцелилось чудеса были нечастые без молитвы все просто во время атмосферы я стою думаю уже когда ничего не болит ты уже по-другому мыслишь да то есть и вдруг звучит призыв о десятине а в той церкви которая была там никогда десятинах не учили до этого я первый раз слышу эту десятину думаю ну можно и отдать собственно говоря все равно в окно выйду ну какая разница что человек без покрытия чего почему нет и в общем я выписываю чек верой отдаю его и вот начинается песня после пожертвования и вдруг у меня в голове звучит мысль такая навязчивая именно звучит как будет я понимаю что это не моя мысль и она звучит таким образом вот видишь для чего-то докатилась тебя ничто не держит в этом мире не сын не мама а я тебе говорю что я люблю тебя без условий я так стою говорю окей но мне снова это повторяет и пока до меня не доходит что он любит меня без условий и что ему не важно где я что я такие мысли там у меня были что меня не бросал вообще не отходил от меня это я с ним в одностороннем порядке разорвала отношения а он со мной их нервал и продолжал любить ну в общем меня сокрушила я начала плакать и поняла что ну с этого момента начинается какая-то новая жизнь это новый рубеж я на можно задать тебе ты когда-нибудь такие проповеди слышала до этого вот то что ты услышала внутри себя ты извне хоть раз слышала просто я понимаю что много лет я был христианином я ни разу в жизни такой проповеди не услышал почти я всегда слышал что это всегда 50 на 50 взаимно ты обиделся на бога знаешь бог обиделся на тебя ты спиной к нему он спиной к тебе а так чтобы не говорили что он вообще не меняет своего расположения сердце к тебе об этом я услышал годы спустя и вот этот голос который прозвучал я просто потрясен что это прозвучало несмотря на другие проповеди которые ты слышал я правильно понялся удивительно это это очень круто бог тебе проповедовал евангелие получается в твоем сердце удивительно это просто это настолько сокрушила причем ответ любовью желание жить то есть это не такой нестандартный ответ если честно так сейчас если назад посмотреть это очень сильно было и начались чудеса после этого начались чудеса потому что я на самом деле была в безденежье в большом там и взяла все долги на себя после развода совместно нажитые и ну как бы меня выселяли из общаги студенческой я закончила как раз университет и думала что мне делать и тут начались чудеса наше общежитие продали государственному как бы фонду жилья и с нас взяли подписку что нас выселят как только потребует выселиться чтобы мы там не задерживались ни минуты и в общем эту подписку взяли три раза я уже знала что у нас будут выселять ближайшее время это была кстати одна из причин чужих то не хотелось потому что жилье не находилась и оказаться с ребенком на улице как-то не очень было здорово и вдруг я получаю письмо после того как я сдала эту десятину получаю письмо от этой организации которая требует от меня явиться и получить государственную квартиру в том что люди годами стояли в очереди на квартиры и если квартиры давали и давали на периферии ну то есть в далеких городах израиля да то есть а я более менее центральном городе находилась и они мне сказали ты можешь получить в любом месте в любом городе где ты захочешь я думаю что я у меня что-то с эвритом наверно проблемы какие-то я еще раз ну в общем я проигнорировала первое письмо пришло второе более грозно немедленно явиться для получения квартиры ну в общем я решила что пойдем послушаем что скажем я пришла они мне говорят на какой в каком городе хочешь жить я говорю ну в этом было бы неплохо у меня прям на берегу моря общежития стояла это на какой улице я говорю на этой желательно ну поехали есть две квартиры и мы заходим в первую ну это 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 чудо это чудо это нереальное чудо потому что я говорю годами я ни одного дня не стояла в очереди и я мне показывают первую квартиру и даже дальше не пошла смотреть я после одной комнаты в общаге получаю три комнаты с видом на море и частично мобилированную и в общем мне так понравилось я думаю да ладно дальше не пойдем берем и мы это взяли и это просто удивительно да то что господь сделал реально чудо при каждом порядке дважды ну-ка явиться получить благословение на ваш выбор я сказал сейчас это реально бог конечно меня там баллов тут в те времена и мы переселяемся эти так перестарались организация сделай ремонт и выкинули всю мебель которая там была на которую я рассчитывала в общем я прихожу там полгода стены и мне не сесть не встать и у меня была одна кровать для ребенка я спала на полу сидели мы на пляжных стульях в общем это было такое интересное и у меня домашняя группа начала и вот мы домашку делали на раскладных стульях и в какой-то момент у меня наступил такое состояние что опять что-то расстроилась я думаю что же мне такое все не такое и я решила написать богу письмо написала я богу письмо и в этом письме я написала что мне нужно и написала что не нужна мебель что мне нужна кровать там салон нужно ковер там нужно покрытие долгов одежда не помню что еще и в конце написала муж приоритет был в то время написала муж и написала несколько таких ну что что мне надо чтобы не не переделывали чтобы меня там принимали такой какая есть ну короче какие-то такие вещи я это все написала и думаю что с этим делать а теперь написала написала потом так руку возложила и говорю во имя отца и сына и святого духа отправляют на небо к тебе господь и закрыла это в конверт подписала отцу сыну и духу святому и в общем какой-то ящик у себя дома отправила и проходит на полгода и за эти полгода у меня начались чудеса мне вещи начали дарить обувь начали дарить ковер принесли потом я ходила выбирала думаю какой же мне купить себе мебель чтобы сидеть и никак не могла найти то что мне нравится пока не попала в гости к одной девочке вдруг вижу вот я хочу такое но только другого цвета но это невозможно невозможно высказать словами но когда внутри у меня был образ что я хочу на такой магазинах не продавалась мы к тому времени уже как-то я усилилась боги развелась уже там была лидером церкви все и в какой-то момент я попросила администратора нашей церкви чтобы он помог найти какой-то шкаф или что-то дала ему ключи от своей квартиры прихожу домой вдруг у меня стоит та мебель того цвета которую я хотела один два три диван плюс еще мебель которую я не заказывала такая горка для посуды там и стол и все главное расставлено я просто чуть не упала в обморок когда зашла в дом господь что так тоже мощно было вот ну то есть это никто не знал выскобилил это из моей внутренности и просто чудом вот это мне благословение пришло до через верующих братьев которые конечно же не знали что я об этом мечтала что именно этого хотела но бы узнал именно ну такое было соответствие мебель не сопровождала много лет и на мне очень помогла потом у меня была мечта кровать двуспальная медь белого цвета чтоб капелька черная была и без тумбочек потому что тогда была мода с тумбочками и тут мне звонит тот же администратор говорит хочешь за 100 шекелей кровать я говорю слушаем за 100 шекелей хочу потому что на тысячи две стоило и приезжаю смотреть и это таки белая кровать черной капелькой но опять же это невозможно было выразить это знал только бог и он настолько меня вот баловал можно сказать и чтил что ну это просто меня потрясало да я там все больше и больше откровений получала этом библию начала погружаться усиленно но после той встречи и вот за эти полгода у меня фактически обставил квартиру и познакомил меня с моим будущим мужем который мне не очень понравился на тот момент я от него еще бегала два года вот потому что бог мне говорил да я говорила нет и ему бог тоже говорил да он говорил муж не надо ну в общем интересный такой был замес и фактически бог ответил да то есть когда я уже поставила вопрос ребром вы ладно бог если от тебя пусть приходит с кольцом но при том что кольцо мне никогда не было важно и человек пришел с кольцом на следующий же вечер ну понятно опять обморочное состояние я все понял господь все понятно мы соглашаемся ну и вот в общем то мы живем слава богу счастливо все у нас хорошо вот родили еще пятерых детей и очень этому факту рады вот потом жажда она нарастала и я начала заканчивать разные там школы библейские сначала по израилю потом за границей там там разные аккредитации то есть был поиск хотелось чего-то большего хотелось вот этой славы хотелось этого присутствия но наверно больше чем всего остального и уже начались проявления пророческого дара но не явные такие и приехал нас один пастор из америки которого назначили в соседнюю церковь от ассамблеи божий и он увидел что у нас в израиле не густо с помазанием и начал сам учить о помазании начал привозить людей помазанных тидорота привез там привез разных там генри мадава там алексея леди а его там начал привозить и как бы потом привез людей с пенсаколы из торонто у ждение где такие излияния и главное что это же у него была такая фишка он взял неверующих музыкантов и научил их играть дона поттера песню и они профессионально играя покаялись и пережили бога настолько сильно это будет интересный опыт у него в церкви и это было просто профессиональная игра и слава это все что нужно было чтобы этих людей накрыл бог потому что ну все музыканты они наверное ищут вот это присутствие да которое невозможно найти и он когда учил мы учились у него школе он никогда не шел по ну он раздавал нам эти буклеты быстренько их прочитал дать ладно бог хочет что-то другое делать и вот то что бог хотел делать он делал то есть он нас учил наверное вот этой школе духа как чувствовать духа 100 как следовать за ним как реагировать на него как не игнорировать его какие-то моменты да и он учил глубокому поклонению и раздавал вот это вот как бы щедро я думаю что ты ему я обязана тому что я научилась различать потоки научилась слышать чувствовать какие-то движения духа это очень важно на мой взгляд знаешь ворох целой ассоциации произвела своим небольшим рассказом во первых я вспомнил йонгий чо который вот в жуткой нищете в болезни пребывал но бог его начал учить конкретно взаимодействовать с ним по поводу конкретных вещей вплоть до вот мебели в доме там велосипед он хотел конкретные такие вот вещи интересные и потом вот это помазание действительно вот то что ты рассказывала что с детства у тебя какие-то были ну а можно было видеть что ты отмечены какими-то пророческими вещами еще до того как ты стала христианкой я это вот сейчас хочу сказать уважаемые слушатели что многие из вас еще слушают и вы видели слишком много странных совпадений в жизни это не совпадение вам просто нужно найти кого-то кто вас научит понимать что происходит вот и я рад что ты именно так рассказала нашелся человек который объяснил я вспомнил историю с маленьким пророком самуилом который слышал господа но не знал что происходит и не знал что господь к нему обращается нужен был кто-то кто ему объяснил что дальше сделать и как с этим быть и нам всем нужны такие люди все извини яночка что я вторгаюсь но я проповедник пастор учитель я все время объясняю людям что сейчас произошло друзья да как так как кстати звали вот этого американского служителя пастора может я слышал его имя или он малоизвестный какой человек виктор мы вызвали виктор речко а он русский я думал ты сказал американский пастор да но он из белоруссии но он жил в америке учился там урика джойнера там рода парсель там серьезная подготовка его послали от ассамблеи сюда слава господа я погуглю его обязательно может мы с ним тоже пообщаемся как-нибудь очень интересно хорошо но это твоя история не не виктора сейчас история я но он был благословением большим и потом в какой-то момент он привез 100 американцев которые были все с этих пробуждений это был 98 99 год это он привез как конкретно из торонта из пенсакола из разных регионов америки людей которые очень погоны были большие у них то есть они приехали за свой счет благословить израиль и они сделали конференцию поймай огонь и они действительно вкладывались они передавали помазание передавали учения они учили как поклоняться они учили как освобождать они учили как служить молодежи как служить примирением как служить исцелением и я помню что слава сходила они привезли вот эти вот шарфы платки и вот эти вот волны которые делали может быть помнишь то в те года и это было очень такое ну трогательное а из того что я и моя мама мы знаем английский то мы конечно везде там переводили помогали поддерживали ну и соответственно больше было помазание чем у других людей и нас это очень благословила потому что пророчества в те времена были не часто и там скажем до этого момента у нас ну за всю жизнь может быть два пророчества было да там один чак флинн приезжал еще там доминика бирман была и к ним очереди стояли там ну потому что никто слова божьего тогда не получал и вот приезжают эти американцы они две недели служат по израилю отдают отдают по максимуму и они всегда в огне не всегда горят и появляться начала золотая пыль там эти золотые пломбы или начал выделяться и на руках и на ногах и в общем начались вот эти вот проявления у нас тоже и нас то очень сильно зажгло и я помню что мы тогда ну наверно по полу общей тетради списали пророчествами сколько бог говорил в нашу жизнь и говорил программы целые наверно до сих пор они еще реализуются раскрываются но в частности там он тогда уже определил что я и мама мы будем командой да что как бы мы как два сапастора и он говорил одна будет молиться другая проповедовать одна будет промаливая другая еще не будет знать что мы куда-то едем а другая уже будет планировать ну короче сейчас уже все понятно сейчас же все исполнилось но тогда это звучало вообще ничего не понятно и там очень много пророчеств было высвобождено и результат мы начали собираться каждый день молиться потому что когда они уехали хотелось этот огонь как-то поддержать и образовалась такая группа людей которые просто собирались и просто жаждали бога и активировались некоторые пророческие голоса и мне все говорили ну ты что не видишь а я говорю ну не вижу я что вы пристали к мне это ты же видящие все они так и видишь я буду я не вижу ничего не издевайтесь надо мной ничего не вижу когда вот же она перед тобой ничего не вижу и как бы я помню меня это так раздражало как они могут видеть что я видящее а я ничего не вижу и куда смотреть не понимая. То есть не знаю, что они хотят от моей жизни. То есть тебе люди доказывали, что ты пророк, а ты не верила? Да-да-да-да. И там был такой момент, что я как бы могла получить... У меня было такое, знаешь, как состояние мира внутри. До этого момента с детства я, например, если там что-то предстояло, я могла ощутить мир у меня или не мир. Если мир, значит всё будет отлично. Или, например, мне могли сниться вещи и сны, которые исполнялись в тот же день, например. Там в деталях, например, мама шла Вавир. Я просыпаюсь и говорю, ты будешь 36-я. Я засыпаю, она приходит с квадратными глазами, я 36-я, вперёд меня тёсенька убежала, была я 35-й. Ну, в общем. И там такие, знаешь, какие-то детальные вещи, там сейчас уже не помню, что ещё, но много. И у меня такое вот было, но оно как бы не было часто. И, ну, просто я знала, что если мир, то значит мир. А тут началось что-то большее, они от меня чего-то требовали большего. Но я могла получить слово, например, одно. Шалом там. Или благословение. Потом оно переросло как бы в предложение. И брат один у нас появился, который начал письма писать. Он и говорил там, тексты длинные, и письма писал. Ну, он начинал писать, 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 строчить, у него прям пророчи там получались. А у меня так не было. И он мне всё говорил, ты видишь, это слышащие, ты можешь, ты знаешь. А я вот только по одному предложению получала. Потом думаю, а что сделать, если я запишу? Я начала писать, и поняла, что когда пишешь первое предложение, второе появляется. То есть иногда надо рот открыть сначала, чтобы вытекло что-то, чтобы Бог наполнил вторым. Ну, в общем, началось, как бы, я начала писать, и послания стали подлиннее, подлиннее и побольше. Но видений не было. И как бы непонятно было, где им взяться. А ещё до этого у меня был опыт с ребятами, которые видели и слышали Бога. Я спрашивала, ну как? Как видите Бога? Ну расскажите. Или как вы слышите? Я говорю, иди с Богом поговори. Один ответ. Я говорю, ну что, трудно рассказать, что ли? Иди пообщайся. Ну, в общем, не хотели помогать. Поэтому я, когда научилась, решила, что я создам пророческую школу. Я научу людей, всех, кому надо, куда смотреть, как смотреть, как слушать, чтобы они не мучились так долго, как я. То есть если можно сократить путь, почему его не сократить? Хотя у каждой вещи есть, наверное, своя цена, да? То есть там нельзя помочь бабочке стать бабочкой раньше времени. Но в то же время, кажется, вот это не принципиально. Просто когда ты понимаешь, куда смотреть, то ты и видишь. Когда понимаешь, как слушать, то ты и слышишь. А если непонятно, так ты можешь годами по кругу ходить и никуда не придешь. Я вот услышал, я когда готовился к разговору с тобой, я думал, какие вопросы задам. Ну, я всегда готов экспромтом общаться, но намечаю какие-то вопросы, которые можно, если пауза странная возникнет, ну, вспомните. Один из них был, чтобы ты немножко рассказала о том, что за служение, которым ты занимаешься. И вот ты сейчас, естественно, стал рассказывать, как оно начало появляться. Я правильно понимаю, что одна из ключевых вещей вот того служения, в котором ты пребываешь, в котором ты занимаешься, это оснащать людей, вот то, что ты сейчас рассказала, у которых есть какой-то залог, задаток, я не знаю, как это назвать, помазание пророческое, научиться двигаться в нем, пользоваться им, высвобождать его. Это до сих пор остается частью твоего? Да, да, да. Это пророческие школы, которые идут на регулярной основе, в онлайне. Есть сейчас три уровня. В принципе, любой человек может поступить, учиться и протестировать себя, и попробовать. Школа всегда состоит из теории и практики обязательно, потому что если нет практики, то смысла в теории нет большого. То есть теория теория, но нужно это ощутить, нужно это пережить. Она должна стать твоим элементом, поэтому всегда практика присутствует. Да, школы идут постоянно, и начинаются всегда с простого, и вихреобразно поднимаются в сложные. И кто-то мне говорит, это что, только первый уровень? Я говорю, да, что? Ну то есть для кого-то немножко, может быть, тяжело бывает, но можно второй раз, третий прослушать и погрузиться. Ну плюс у меня вообще мечта создать пророческое сообщество, которое будет ответом этому миру. И создать такой сон пророка, в принципе, мы это уже практикуем на протяжении нескольких лет, мы делаем эти сборы львов и орлов, собираем людей с пророческими дарами, с ключевыми возможностями наших выпускников, опять же, школ, те, кого мы уже научили, с кем мы течем в одном потоке, и чтобы они могли делиться пазлами пророческими, что они видят, что они слышат, что они чувствуют, о чем бьется сердце Бога здесь, сегодня, сейчас, какая атмосфера, что происходит. И я верю, что это питает народ, который слушает, потому что есть, мы знаем, две функции, как можно использовать пророческий дар. Можно служить словом другим людям, а можно высвобождать что-то глобальное. То есть есть и то правильно, и то правильно. И у меня был целый период жизни, когда я ездила по странам, и я служила людям до последнего клиента, что называется, вызывая раздражение пасторов, которые не понимали, почему мне так важно послужить каждому. Но я, наверное, как Моисей в какой-то степени понимала, что нужно, чтобы все достояли, чтобы все получили слово, благословение и так далее. Но этот период был очень долго. И потом наступила другая фаза, когда сейчас я понимаю, что мне важно дать глобал, который я вижу и слышу из Духа. И то, что Бог делает на планете, то, что Бог усвобождает сейчас, как глобальное пробуждение, как глобальное движение везде и всюду, которое и в атмосфере, пока его освобождают от глобал, люди могут исцеляться, люди могут восстанавливаться, люди могут брать пророческий ветер, пророческие перемены, какие-то пророческие движения, то есть ответы для себя прямо с атмосферы. То есть мне нет проблем послужить человеку лично, но это сейчас стало второстепенно. Почему? Потому что сейчас глобал выходит на первый уровень. И мне важно собрать такую команду людей, как мне Бог показывал. У Иисуса была команда, у него был внешний мир, у него было 70, у него было 12, и было 3, того он брал на гору преображения. Я верю, что поднимается пророческое тело, где будет тоже какой-то... Сначала мы начинаем все, кто хотят, то есть могут примкнуть, оттуда выявляются искусственные, те же 70, с кем можно советоваться, совет держать, понимать какие-то вещи, тенденции. Потом 12, узкий круг более, и трое еще как бы не вырисовывались, но вырисовываются, я верю, в ближайшем обозримом будущем. Может быть, это будет не 3, а 10. В общем, посмотрим. Ну, схема такая примерно. И цель именно экипировать тело, экипировать невесту, экипировать верующих и неверующих, потому что, в принципе, у неверующих, у них вообще нет шанса получить слово от Бога, если не через пророков. Но они к пророкам не ходят, они ходят к гадалкам, к прорицателям, к всяким гадателям и к магам. И фактически они обездолены, поэтому нам нужно выходить как-то в эфир, и нам нужно как-то служить этим словом и говорить, что есть альтернатива, есть и Божий голос на планете Земля, который звучит, который тоже что-то значит, и что-то может делать. То есть не только гадалки, прорицатели, и всякие другие, но и Бог, Он тоже здесь присутствует, и мы Его руки, Его ноги, Его глаза, Его уши, мы должны приносить эти ответы. И это одна из целей, почему нон-стоп идут эти школы, для того, чтобы как можно больше людей экипировать, снарядить, показать, куда смотреть, как слушать, как транслировать, что говорить, как служить, как не служить. Ну, в общем, такие вещи. И это для меня важно. Параллельно с этим, где-то в 2014-2015 году у меня возник вопрос, в чём, ну, в общем-то, моё призвание. По большому счёту, наше служение, в чём оно, кроме пророческого этого течения и всего остального. И в какой-то момент Бог мне сказал, я слушала Ольгу Голикову, и она говорит, моё призвание – Россия для Христа. Я думаю, ого, вот это крутое призвание. И так сижу и думаю, а моё какое? Ну, озадачилась. И Бог мне говорит, а твоё Израиль до народов? Я говорю, а это что такое? Он мне говорит, очень просто. Христос в народах уже есть, а Израиля в народах ещё нет. И начал объяснять и расшифровывать. И где-то с 2004 года, ну, это 2014-2015 год, а с 2004 года он нас вёл в том, что он начал возвращать нас к корням. И он начал показывать, что христианство, если оно не вернётся к корню и не поймёт сути вещей, то оно не сможет существовать отдельно. Потому что роза, если её срезать, то она три дня может простоять. А если она к корню прилеплена, то оно будет жить вечно. И разобраться с главными действующими лицами, исполнителями, с флагами, с Израилем, с теми же львами, орлами, со всеми этими символами, что это значит, почему Господь так. И он начал через Иврит показывать ещё многие глубины. Ну, например, Израиль. Что такое Израиль? Израиль, ну, там переводится, да, там, князь Божий, да, там мы знаем эти переводы. Но на самом деле, Израиль, это значит, прямо к Богу, дословно. Если читать по буквам, то получается, прямо к Богу, представляешь, это общество Божье, которое имеет доступ к Отцу 24-7 постоянно. И это его как бы, ну, как прямая линия с президентом. И она открыта. И это общество, которое, в общем-то, Бог создаёт, это мегаплан Бога, которое, в общем-то, и войдёт в конечном итоге в Золотой Иерусалим, потому что там 12 колен, да, ворота. И 12 апостолов тоже, потому что это Израиль, не просто так. То есть там у всего есть, оказывается, вся взаимосвязь. И в общем, и что потерянные 10 колен, это фактически те христиане, которые, ну, уверовали в Господа Иисуса по вести, да, то есть это те потерянные 10, которые были рассеяны на весь мир. Поэтому он и говорит, идите до края земли и расскажите всем хорошую новость. Можете вернуться, можете привиться обратно и можете иметь доступ к тем благословениям, которые были. И фактически мы все, не духовный Израиль, как все учат, а настоящий Израиль, который Бог собирает со всех концов земли. И в этом, ну, очень сильное послание. Этим в основном занимается Марина, моя мама. Но я тоже чуть-чуть, как бы так. Но он сказал, что да. Я говорю, слава Господу, замечательно. Я просто не хочу тебя перебивать лишний раз, потому что у тебя так хорошо все льется, и мне это очень близко, это мне очень интересно. Я буквально вчера и сегодня целый день читал 9-ю и 10-ю главу послания к римлянам. Братья мои, сердце мое, об Израиле, отломленные неверием, пытаются утвердить свою праведность. Ты тоже отломишься, если не пребудешь в благости Божьей, пребывай в благости Божьей, ты привит, сок течет, будь там. И они мгновенно, и их отпадение было, обогащение миру. Ладно, сейчас ты заведешь проповедника, во мне это постоянно происходит, я не буду. Да, слушай, удивительно, я вижу такие этапы в твоей жизни, но при этом я слышу постоянно, как бы ты упоминаешь церковь, домашка, церковь, домашка. То есть я правильно понимаю, что ты изначально, вот как твой путь начался в Израиле, ты была человеком все-таки церкви, ты была всегда вместе в общении, в молитве с другими. Это продолжается так же? Да, оно продолжается, но оно продолжается в другом уровне. У нас началось онлайн-служение с где-то с 10-го, наверное, года, нон-стоп, у нас начались скайп-служения ежедневные, международные, которые длились, мы пытались выйти на 24-7, потому что где-то в 2002 году Бог начал выводить потихонечку нас в другой формат служения, говорить о международном движении, говорить о служении землям, о служении городам, о служении церквям, и у нас есть такая команда сформированная, и у нас получается, что мы мобильный портал славы были какое-то время, и Бог нас учил, учил многим вещам, и мы молились за территорию, за города, и у нас есть ангел-прикуриватель, который прикуривает загловшие служения, загловших пасторов, возвращает, знаешь, как бы и снова жизнь возвращается, и Бог отправлял по странам, и там было много чудес, иногда было вообще непонятно, зачем он нас туда посылает, и какие-то моменты мы просто ехали по вере, и когда приезжали, то мы делали молитвы на землях, и там потом случались какие-то вещи, и никто не погибал, ну там в Украине были, и Бог сказал молиться в Днепропетровске в определенных местах, потом там через месяц звучали взрывы, и никто не погиб, были в Лондоне, там в момент, когда накануне молились, очень сильно была молитва, и я видела, что Бог меч воткнул в землю, и врезался вертолет в вокзал, и никто не погиб, кроме пилота, хотя могло быть очень много жертв, и я понимала, что эта молитва, она была каким-то охранным поясом, в Берлине было то же самое, мы ездили по городу, освещали город, и сильно молились, и там рухнула часть крыши, это был, по-моему, 13-й или 12-й год, сейчас уже не помню, 11-й, и тоже никто не погиб, но то есть я понимала, что он говорил вопрос жизни и смерти для Германии, я так и не поняла, в чем была эта жизнь и смерть, пока вот это не случилось, ну и там было еще всякие, всегда, вот когда Бог двигал нас, то Он не всегда открывает тебе отначально, что будет делать в конце, не всегда, иногда Он полностью план озвучивает, иногда нет, и вот у нас было такое больше мобильное служение в смысле, ну как бы как команды перемещающиеся и в онлайне служение ежедневное, как церковь без стен, потому что Бог начал говорить про церковь без стен, про век компьютерной цивилизации, еще в 2002 году, что нужно выходить, это было вообще непонятно, что Он хочет и как Он это все будет производить, но оно само поэтапно произошло, сейчас у меня свой канал в Ютубе, там около 20 тысяч подписчиков, то есть я знаю, что там 4,5 миллиона просмотров уже, и это только начало, и Бог будет продолжать, Он будет расширять, и Он будет касаться, и вот эти вот церковь без стен, я понимаю, что мы можем достать всех тех, кто болен, всех тех, кто в путях, всех тех, кто не знаю, где Он находится, то есть возможность подключиться и быть в потоке, и вот интересно, что когда началась пандемия, Бог мне сильно говорил заполни эфир, заполни эфир, ты должна выйти в Ютуб, ты должна выйти в Инстаграм, ты должна выйти в Телеграм, заполнить эфир, и потому что Скайп на тот момент уже был промолен, и это было очень сильно, то есть эта платформа хорошо нам служила много лет, но когда я вышла в Ютуб, Фейсбук и в другие платформы, я поняла, что там ужас в плане атмосферы, в плане хаоса, паники, страха и всего остального, и Он мне сказал, заполни эфир, просто начинай молиться, начинай говорить, начинай транслировать, и еще видишь, есть такой принцип очень важный, на что ты прицеливаешься, то ты получаешь, то есть если ты прицельно молишься только за х людей, то только х людей благословляются, если ты прицельно молишься за всех, кто в Ютубе есть, благословятся все, кто есть в Ютубе, я прицельно молюсь всегда и прицеливаю все свои эфиры, все свои передачи, все свои моменты на всех людей, у кого даже просто установлен Ютуб в телефоне, в телевизоре, в компьютере, в планшете, неважно где, просто где есть эта программа, они получают трансляцию, славу, благословение, без того, что даже не включают. То есть ты берешь, что куда ступит нога твоя, это я даю тебе, и ты виртуально это тоже применяешь, то есть если там у него на телефоне есть Ютуб или Фейсбук, а я в Ютубе и Фейсбук, значит я беру эту территорию тоже, я потенциально распространяю власть, царство на этот телефон, на этот дом, на эту семью. Да, да, да. И спасение, я меняю атмосферу, потому что мне Бог показал, что мы, ну вот есть Wi-Fi, в телефоне встроенный, да, но кто-то уже раздает этот Wi-Fi. Ну да. То есть какая-то вышка, которая транслирует. И Бог сказал, есть два уровня служения. Есть служение, когда ты служишь себе, своей семье, ну максимум своей церкви, своему городу, да, локально. И есть, когда ты служишь людям глобально, да, например, Ной выбрал служить себе и своей семье. Авраам выбрал служить всем городам окрестным и заступиться за них, зная, что идёт уничтожение. Какое служение ты выберешь? Никто не может за тебя этот выбор сделать. Но если ты выберешь служить другим, то Бог благословит тебя без меры. И я верю, что вот то, что мы сейчас делаем, мы служим другим, да, и мы выбираем быть вот этим вот ретранслятором славы, вот этим вот Wi-Fi славы, Wi-Fi неба, рассказать всему миру, что Бог живой, что Бог рядом, что Он видит, что Он слышит, что Он может, и что мы можем в Нём, потому что Он в нас, да, что у нас Его корона, и можем царствовать вместе с Ним. И настолько это откровение меня захватило, что, вот представь, когда всё началось с центра поклонения, когда в 99-м году приезжали эти американцы, мы получили тогда видение, и видение, Бог нам проговорил, что Он сам создаст организацию под названием New Stream, при том, что смотри, мы живём в Израиле, говорим по-русски, а название он даёт на английском. Вообще нелогично, почему New Stream, что за New Stream, что ты хочешь Господь сказать. Но Он начал нас использовать в англоязычных странах, с англоязычными, там разными, с африканцами, там с мадагаскарцами, ну в общем, со всякими разными народами, там мы в Америке мы были, там мы в Англии, в Германии, там в Уэльсе, где только не были, в общем, и Господь нас двигал, прям вот знакомил с людьми, ключевыми людьми планеты, пророками, там, и кого-то мы помогали, кто-то нам помогал, ну в общем, что-то было такое очень сильное взаимодействие, и вот New Stream, это новый поток, да, у меня что-то быстро достигающее цели, и одна из этих целей, основная, да, это центр поклонения, поклонение 24-7, потому что, когда мы поклоняемся, то есть Павел о чём говорит, «поя и воспевая в сердцах вашего Господа, да, постоянно пребывая, да, вот это вот, вот это и есть центр поклонения, когда ты постоянно пребываешь в каком-то состоянии, ты воспеваешь, и есть вот эта вот онлайн-поддержка, например, сейчас ты идёшь в Телеграме, в Ютубе, там, в Инстаграме, и в других местах, наземные центры основаны, да, у нас как бы расширены, и цель какая, когда ты поклоняешься, Бог мне говорит, ты поклоняешься здесь, а я говорю с царями, ты поклоняешься здесь, а я меняю планы правительства, ты поклоняешься здесь, А люди исцеляются без воздействия рук человека. Ты поклоняешься здесь, и ты даёшь легальное право ангелам входить в город. Ты поклоняешься здесь, и я меняю атмосферу. Ты поклоняешься здесь, а я разговариваю с взятыми на смерть. Ты переживаешь, и тебе просто хорошо, но на самом деле творится история на всём земном шаре, что-то происходит. И он говорит, не унывайте, продолжайте поклоняться, и ждите, чтобы вот этот поток, он изливался. То есть станьте этими вышками Wi-Fi, служите множеству. И тогда те, у кого есть встроенная эта функция Wi-Fi, любой человек, а у него она есть, он только не знает, как подключиться и куда, но когда приходит Wi-Fi, всё вдруг начинает работать. Сейчас мы же понимаем, что без интернета телефон вроде как пустышка какая-то, только звонки и смс-ки. Но когда появляется интернет, то есть когда приходит это Божье измерение, тогда всё работает, тогда есть видение, тогда есть сновидение, тогда есть посвящение, тогда есть благословение, тогда есть всё. И Бог хочет, чтобы кто-то это обеспечивал. Для этого Он и поднимает эти поклонения церквей, соединения, содружества, единства, этот пророческий ветер, вот эти вот вещи. И как бы это нарастает сейчас повсеместно. Ян, у меня к тебе вопрос о поклонении. На самом деле у меня куча вопросов, но у меня мозг такой, как у и дедишника, он во все стороны может одновременно, но я боюсь, я тогда просто уморю наших слушателей. Вопрос поклонения. Вот если попроще, почему одни и те же песни поют иногда, да, во время поклонения церкви, но в одной церкви ты переживаешь реальное присутствие Божье, славу Божью, тяжесть или какие-то другие проявления. А в другой эти же песни звучат, те же самые слова, и может быть такой же уровень профессионализма музыкантов, но пустышка. Мало того, я тебе хочу сказать, я не знаю, если ты захочешь это прокомментировать, я бывал в церквях, после которых мне нужно было отходить. Меня чуть не убивало это духовно. Я реально однажды побывал на мероприятии церковном, и люди не понимали, что со мной происходит. Они говорят, ты что, да все нормально вроде, ну подумаешь, не очень сильно. Я говорю, там не просто не очень сильно, мне плохо, ребята, дайте мне несколько часов посидеть одному, мне надо восстановиться. Что я не сделаю из себя супердуховного. Ну вот эти вот, можешь объяснить немножко динамику, потому что на фасад одинаковый абсолютно. Говорят про Бога, поют про Бога, играют песни, звучат голоса, поднимаются руки, но где-то слава и сердца тает, где-то просто ни о чем, а где-то просто тьма, извини за выражение. Жесткий минус. Да, жесткий минус, да. Ну вот видишь, я немножко по-другому отвечу на этот вопрос. Вот здесь есть несколько позиций. Вот, например, когда ты слышишь, что человек молится или люди молятся, у тебя есть как бы три момента. Ты можешь войти и потечь в том, что происходит. Да, ты можешь войти и усилить то, что происходит. Ты можешь не входить. Это четыре получается. Да, и ты можешь войти и полностью изменить. Но для этого тебе нужно протестировать, что происходит. Да. И вот этот тест включается в твой дух. То же самое с поклонением. То же самое с проповедью. И вот вопрос мой. Я хочу это изменить? Или я хочу в это войти? Или я хочу это усилить? Или я хочу остаться вне? Потому что мне не нравится, что происходит. Это как вопрос служения. Потом, когда мы молимся на русском, на языках, или когда мы поклоняемся, мы можем это делать горлом, а можем делать духом. Когда мы это делаем горлом, то это раздражает. Это медь звенящий, это кимбал звучащий, это ни о чём. Хочется, чтобы эта молитва побыстрее закончилась. Она раздражает. Или эта песня раздражает. То есть она может быть профессиональна, но она не производит действия. Но я как бы именно касательно песен могу сказать, что люди не дожимают. Раз, а два усиливает очень, если есть пророческое поклонение. То есть когда меняется немножечко одно, два, три слова, и меняется атмосфера. Я тебя проиллюстрирую. Вот, например. Вот я сейчас буду молиться. Смотри, ты мне скажи, чем я буду молиться. Отец, ваиме Иисуса прошу тебя, благослови наше общение, благослови нашу встречу. Поговори с нами так, чтобы мы помнили. Просто по инерции. Это человек, у которого Альцгеймер тоже так может помолиться, не задумываясь, потому что мышечная память какая-то. Эти слова произносились так много раз, что они могут выкатиться и все. Ну да. Здесь. Горло. Да. Ты велик, ты прекрасен, ты велик, и другого нет, как ты, нет подобного тебе. Отец, я прошу тебя, благослови нас так, как только ты можешь благословить. Посети нас так, чтобы мы пережили твое присутствие, чтобы ангелы двигали, земля реагировала, чтобы небо вторгалось. Двигайся, папа, я прошу тебя. Ну да. Это уже духовные вещи пошли, да? Ну атмосферные. Я могу уже телепортироваться с этими языками куда-то. Ну то есть я... Ответ, который я от тебя услышал, люди не знают различия между духом и душой, или духом и плотью, духом внешним и внутренним, подключенным к потокам Божьим и головным просто знанием, которые как лежат, как статуэтки на полочке и пылью покрываются. Ты об этом, да? А вот минус вот этот, откуда этот минус? Я тебе скажу, что есть ещё осуждение. Есть ещё осуждение. Когда человек находится под осуждением или когда человек раненый, он транслирует... Ну бывают же колдовские молитвы. Да, бывает всё такое колдовство. Колдовская молитва — это когда человек молится в свою волю. Да, то есть он не молится по воле Божьей, он нарушает границу, он сдвигает межи. И может быть в этой церкви молитвы идут, например, колдовские. Ну, например, Господь, сокруши этого брата. Прости. Как ты можешь так молиться? Да. Как ты можешь просить кого-то сокрушить, разбить, убить, и так далее. Что такое сокрушить, раздавить и уничтожить? А слышится очень духовно. Да, или сокруши меня, или раздави меня, или переплавь меня, выжги меня, выжги её огнём, там духом, выжги её бронхи, спасибо, не надо. Я как-нибудь справлюсь. Ну да? Ну то есть мне желают как бы какой-то смерти. И вот эти вот, ну это минимально. А бывает, что я хочу, чтобы он пошёл туда-то, я хочу, чтобы он сделал то-то. И когда такие молитвы существуют, это религия. Да? То есть когда вот оно есть, ты же этого не видишь, оно же не видно, но ты попадаешь в эту атмосферу, тогда и поклонение, оно не срабатывает. Тогда люди как бы они отравлены. И получается, что вот здесь у тебя опять опция. Либо ты меняешь то, что происходит, либо ты выходишь. И вот тут всегда нужно чувствовать, что я хочу сделать. Конечно, Бог нас просто так не приводит никуда. То есть мы если куда-то попадаем, то у нас есть эти полномочия изменить и научить. И мне Бог сказал, что иногда нужно немножечко поправить теологию, чуть-чуть. Просто показать, и люди пойдут вверх, и у них все получится. Ну я тебе, Яна, да, извини, я перебил тебя. Закончи мысль, я тебе хотел рассказать одну вещь. Нет, просто прицел, знаешь, как ты можешь стрелять мимо, но если тебе показать, как соединять вот эту вот мушку с центром, да, вот с этой выемкой, тогда ты будешь попадать в десятку. То есть фактически просто, ну, пристрелять, что ли, духом, показать, как. Да, у меня просто перед переездом в Америку у меня было такое видение, я рассказывал о нем, были мы на молитве, там, у Лены Пошариной, кстати, да, и там было видение из двух частей, причем такое цветное, такое редко бывает, почти никогда не бывало, вот такое цветное в деталях, подробное, как это называется, высокое разрешение картинка, буквально. Два корабля, один корабль в море времен Римской империи, это римская галера, знаешь, где, и там рабы гребут вот в унисон, и корабль движется, они гребут, и все, на что можно смотреть, это приковывает взгляд их тела, они, значит, вверх без одежды, торс голый, бронзовая под загорелая кожа, мышцы под кожей, и все это в унисон двигается, и корабль движется, и закончилась эта картинка, и возникла другая, другая картинка, тоже корабль, но похожий на тот, на котором Колумб Америку открыл, он парусник, не очень большой, такой покатый, как скорлупка вот этого грецкого ореха, вот под такой формой, бригантина, кажется, называется, или каравелла, я не разбираюсь в кораблях, и вот парус белый, и самый большой парус, центральный, это белоснежный на солнце, такой белоснежный, белоснежный, просто ослепляющий белоснежности вот этой, парус с красным крестом, и не оторвать глаз от него, и я пытался, и я смотрю, там люди какие-то на борту, они держатся за борт, они ничего не делают, они плывут, и я пытался оторвать взгляд от паруса, чтобы перефокусировать на людей, увидеть, кто там, что там, кто там капитан, невозможно, невозможно оторвать взгляд от белого вот этого полотна, наполненного ветром с красным крестом, и для меня это было очевидно, что это вот два типа служений, два типа церквей, и я, конечно, испытывал, ну, один это по плоти, понятно, движется, там это все собственными усилиями, там есть некоторая красота, скоординированность работы, но это не Божье, и вот движение Духа Божьего через весть о кресте, о Христе, о праведности Божией, белоснежной, которую Дух просто наполняет своим присутствием, и все это движется без усилий, и я приехал в Америку, и я оказался на галерах, и это была жесть, я оказался прикованным к этой стойке, к этому веслу, и я там не был, чтобы изменить это, это не изменить, Яна, это надо сжечь только, извини, у меня даже не будет такое слово, это только сжигается, и эти рабы должны быть отпущены на свободу, демонтировать, что-то переделать, перестроить, построить там парус какой-то в середине, там все заточено под это рабский труд, и я вот, меня Бог, я там промучился четыре года, потом Бог меня вытащил, поместил на ночной склад рефрижератор, по ночам работать, а днем везти другую церковь, бесплатно, без всякой зарплаты, без всего, пытаться умудриться выспаться в промежутках, и, ну, семья, и всякие другие вещи, и вот сейчас я только-только, вот пару лет, как я чувствую, все, меня сняли с галеры, я на корабле, мы поднимаем парусник, ветер дует чудесно, я вот просто хочу сказать, что не все то золото, что блестит, и не все то церковь Божья, что называется, и имеет атрибуты внешней церкви, поэтому, друзья, я знаю, что многие огорченные люди, они хаят церковь, ругают церковь, и надо внимательно, злословить нельзя, злословить нельзя, друзья, не злословьте, но не все то церковь, и из некоторых церквей, мне кажется, надо бежать, я сейчас, может быть, говорю такие странные вещи, вроде пастор сам, не торопитесь бежать, но иногда надо, то есть все, я не знаю, зачем я эту тему поднял, я к тому, что вот это позже, я соприкоснулся снова с этой галерой, меня она чуть не убила, я понимаю, что там нет надежды на реформу, там есть надежда, если рабов освободите, корабль сжечь, чтобы они нашли другой, вот, извини, я понимаю, я говорила, я говорила не о церквях, в данном случае, я говорила, в принципе, об атмосферах, о потоках, о движении, но есть служение, осуждение, и когда этот гнет висит, ты не можешь, конечно, если ты, если тебе дают право выйти на сцену и что-то сделать, тогда да, а если ты в зале, то нету смысла, то есть там воевать и вороться, и с этим я с тобой согласна, но я думала об этом, думала, почему есть столько динаминации, почему есть столько церквей, почему есть столько вообще всего, почему Бог не прикрывает эту лавочку, и, ну, как бы, один из ответов был, что разные уровни церквей, это разные уровни, ну, например, детский садик там, да, или там начальная школа, или там старшая школа, но есть же институты, и есть, в конце концов, после института свободная жизнь, да, то есть это не наступает в многих случаях, и то, что мне Бог показывал, что, ну, как бы, нужно, ну, понять, что, ну, как бы, начальник детского сада или там даже директор школы он не начальник твоей жизни, и выходить из-под этого контроля, да, то есть и даже начальник института не директор твоей жизни, и нужно понять, что каждый человек перед своим богом стоит и падает и своему богу даст ответ день суда за то что он сделал или не сделал да то есть это очень важно и что такое грех грех на иврите очень красивая как бы формула метафора да грех на иврите называется мимо цели когда ты махти когда ты промазал когда ты промазал мимо цели думаешь упс как это например а если я вообще не стреляю это грех или не грех ну да там много разных таких вопросов сразу же возникает а если вообще не играю в баскетбол и в корзину не попадаю и даже не пытаюсь кто я где я да зачем я но на самом деле как бы грех это мимо цели когда ты промазал то есть ты всегда можешь попасть в цель потом да то есть ты мог не целиться ты мог вообще не играть ты мог вообще не сидеть ну то есть да то есть на какой-то момент начинается движение у каждого человека есть судьба есть призвание я например начинала с того что мне был давал одну единственную проповедь которая проповедовала везде везде а в чем твое призвание а в чем смысл твоей жизни и это было несколько мест писания на которых я стояла это было потрясающе да то есть как будто вот других тем не существовало а в чем твое призвание как будто что людей вытаскивал из лютеранских церквей, из православной церкви, отовсюду. Я говорю, в чём твоё призвание, в чём твоё предназначение? И говорила, в гадалке не знают, дьявол не знает, гороскопа не знает. Но Иеремия 33-3 говорит, «Возови-ка мне, я отвечу тебе, покажу тебе великое, недоступное, чего ты не знаешь». И второе, это Иеремия 29, 11, и Ефесян, вторая глава в конце, что Бог, который может несравненно больше, всего, о чём мы просим и помышляем, Он совершит нам. И Псалом 138. И я вот с этой проповедью, я не знаю, мне кажется, полмира объездила. Но она актуальна. Я думаю, что если сейчас эту проповедь предложить, многие люди откликнутся и отзовутся, она до сих пор актуальна и помазана. Да, да, да. Поэтому вот в этих церквях, в этих ловушках, с одной стороны, мне тут прислали одну книжку, я её прочитала, проплакала и выкинула. Это реально. Потому что это жесть. Просто Бог-садист. Показывает, что Бог-садист, и как Он издевается над нормальными людьми, проводя их через испытания, через боли, через какую-то жесть. Я просто не верю в такого Бога. И я понимаю, что раньше я бы это приняла, я бы с этим, может, согласилась. Я тоже много в жизни прошла там и боли, и предательства, и одиночества, и подстав всяких и всего на свете. Но я не верю в такого Бога. Я не верю, что... Человек сам себя искушает, человек сам попадает в свои обстоятельства, человек делает какие-то выборы. Бог не искушается и не искушает. Он фактически нам желает блага. И фактически мы должны понять, что мы заказываем ту жизнь, которой мы будем жить. Мы заказываем. И мне когда-то Бог показывал эту очередь на небе в магазин небесный, где ты стоишь. И вот интересно, неважно, какой ты в очереди, никто не может занять твоё место. И когда ты приходишь, и когда ты делаешь заказ, то выполнено будет с точностью всё, что ты попросишь. А просить ты можешь всё, что ты хочешь. Но кто-то просит очень мало, потому что не верит, что просить может больше. А кто-то не верит, что ему могут вообще это доставить. Но открыт этот магазин для тебя постоянно. Хочешь быть звездой пленительного счастья, будь звездой пленительного счастья. Хочешь быть мировым бестселлером, не знаю, книгу написать, пиши. Хочешь 10 бестселлеров, бери. Но сколько запросишь, только получишь. И мне Бог показывал такую вещь интересную. Он мне говорил, вот сидишь ты в ресторане, заказываешь ты кофе. Вот есть уши, которые услышали, руки, которые записали, ноги, которые пошли делать твой кофе. Но ты ж не сомневаешься, что кто-то тебе его принесёт, когда ты в ресторане. Но когда ты в жизни, ты сомневаешься, ты говоришь, эй, что-то долго не несут, ладно, давайте чаю. Ой, что-то чай долго не несут, ладно, давайте воды. Воды принесли, а где кофе? Ну ты уже отменил заказ. И вот так у нас получается бесконечный пинг-понг с нашими заказами, с нашими запросами, потому что выполняет Бог точно все то, что ты просишь. Просто нужно дождаться, и нужно знать, что Бог, ну если ты попросил, Он отвечает, Он реагирует, уже пошли, уже делают. Максимум ты можешь напомнить, эй, что там с моим кофе? Да, то есть и вот когда ты так... Я когда недавно совсем читал, у меня как будто глаза открылись, ну когда одни и те же места описания читаешь много лет, очень часто смысл выхолачивается, и тут как-то я читаю про молитву Иисуса, слова, ну настолько уже избитые, что даже неверующие знают наизусть эти слова, там если просите и получите, ищите и найдёте, стучите и отворят вам, вот просто превратили в какой-то стишок поэтический, и я читаю и вдруг смотрю, ой, там же контекст, это Христос учит о молитве, Он приходит, ученики Его попросили научить их молиться, как и Анна своих учеников, Он их научил, вот эта молитва, которую Отче наш называют на русском языке, и потом Он добавляет вот этот по скрипту, и ещё говорит про прощение, ну про прощение тоже в какую-то сторону увели, а там весь разговор о молитве, и Он говорит, ребята, смотрите, когда вы взаимодействуете с Богом, вы обязательно вот эти все вещи вот просите и берите, получайте, значит, стучите, и значит, вот вам дверь откроется, и веками христиане просят, не берут, стучат и уходят от двери, не дожидаются, когда не входят в неё, и вот это вот, я такой, Господь, как же так, как же так, мы умудрились половину взять и половину выбросить, вот, и потом интересно, мне понравилось, что Он говорит, что и прощайте, когда стоите на молитве, я думаю, а это к чему? Ну, если психологию современную убрать, да, что тебе жить хорошо станет, и там всё, а там написано, смотрите, вы просите у Бога, а потом предъявляете долги людям, и Бог говорит, ну, хорошо, получайте с людей, когда они от меня, и, ну, то есть, если я на кого-то обижен, и непрощение, это значит, у меня вот долговая какая-то расписка в руках, то вот этот человек мне не додал чего-то, он меня обделил, и я пытаюсь всё ещё предъявлять по жизни многим людям, вот что такое обвинение, мы людей обвиняем, мы предъявляем им долговые расписки, типа, да, оплатите по счетам, а варианта только два, ты либо так живёшь, либо у Бога получаешь напрямую, извини, ты просто активировала разные кнопочки во мне, хорошо? Нет, это на самом деле очень круто, то, что ты говоришь, просто тут ещё важный, знаешь, такой момент, вот люди болеют, да, и болезнь на иврите, это махала, а попросить прощения или простить, это михиля, и ты прям, даже не зная иврит, можешь слышать махала, михиля, и коренные слова, оно внутри включено, и то есть, когда ты прощаешь, болезнь исчезает, на самом деле, то есть, как бы, поэтому прощайте, и каким судом судите, будете судимы, вообще, у меня был случай в Африке, в семнадцатом году, у меня появились буквы, мы с Леной Пошариной были как раз в домике, молились, часа в три ночи, там ещё мая была, и призывали мы камни с неба, потому что мы до этого общались с Гленом, там камни были, все в Африке ждали этих камней, и, в общем, все мы их в духе видели, и все ждали, когда они материализуются, и вот мы молимся, и ангел Глена Смита пришёл, Джейсон, и я говорю, о, Джейсон пришёл, и она говорит, Джейсон, давай, и начала там у него просить всего, я думаю, сейчас начнётся, такие молитвы, точно Бог ответит, сейчас что-нибудь, и уже мне страшно, и вдруг я перевожу взгляд на свою руку, а мы в Африке, в Бунгало, Лимпомпо, то есть я понимаю, ну там всякая живность, а я её с детства очень люблю, и я перевожу взгляд на свою руку, а у меня с Богом был договор, когда мы туда приехали, я говорю, у меня ничего не садится, я ничего не вижу, меня ничего не трогает во имя Иисуса, и оно так и сработало, то есть там змеи все видели, я их не видела, ну слава Богу, и тут, короче говоря, я так смотрю на свою руку, вот сюда, так вот, вот сюда, и у меня здесь что-то чёрное, и у меня первая такая паника, потом я понимаю, что у меня печать стоит на иврите, буквы печатные, и мем шинтаф, и я так, ну как бы читаю, и вообще ничего не понимаю, оно зеркально, не зеркально, и, ну, есть фотография, и там ещё роза вот здесь в основании, как бы, да, и корона вот здесь вот сам внизу, и я на это смотрю, три часа ночи, и что это появилось, непонятно, буквы на иврите, а у нас интернета не было, мне даже не проверить, что это как бы значит, думаю, что кабала, не кабала, что это такое, ну, в общем, потом по отдельности расшифровали, и когда я здесь уже в Израиле Равином показывала, то они мне сказали, что написано Машеах, Машеах, и что, ну, типа отмеченное Богом, а я поняла, что Бог хочет, чтобы я пошла вот изучать буквы, как я пришла к цифрам, к тому, что вот я, ну, делаю ежедневные молитвы, там объясняю цифры, и это буквы, и конкретно, потом проходит ещё время, и у меня на той же руке появляется Ешуа надпись, и книжка изображения, и то есть я понимала, что, а, и в ту же ночь в Африке, представляешь, мне снится сон, что я в Африке, вся покрыта буквами, абсолютно вся, и я не успеваю прочитать, и пытаюсь пошаренной это с Росмайи рассказать, смотрите, я вся в буквах, они говорят, да подожди, тут твоя мама пришла, и я открываю дверь с этого бунгало, а там вообще хайфа, и меня это ни капли не смущает, я говорю, мама, давай сюда в Африку, короче, быстрее впрыгивай, и, ну в общем, пока я с мамой разбираюсь, буквы исчезают, и остаются только те, которые вот физически возникли накануне, и я так расстроилась, ну вот, всё, не успела прочитать всё послание, и, ну в общем, короче говоря, Бог пинками загонял изучать буквы, и когда я начала изучать буквы, то я обнаружила очень много вещей, которые, ну, просто потрясающие, ну, во-первых, что алфавитом Бог творил Вселенную, да, то есть Бог творил всё, и когда Иисус приходит, Он говорит, я есть алфавит, я есть алиф и таф, я есть начало и конец, да, фактически, оказывается, алфавит уже присутствует, ну вот алиф и таф присутствует буквально в первой строчке в Торе, то есть алиф и таф, алфавитом небо, алфавитом землю, то есть представляешь, да, и там, в общем, творил вот этими буквами всё, и каждая буква, есть своя функция, есть своё значение, есть определённая сила, например, способность разговаривать, это буква П, способность видеть, это буква Айн, представляешь, это способности какие-то там ещё, они вложены прямо вот в алфавит, и я это всё, ну, как бы, Бог меня буквально пинками загонял, да, дважды на одной руке послание послал, в общем, я сделала школу иврита, ивритских этих букв, потом, он мне говорит, ты понимаешь, что день это дня разница в славе, я говорю, в смысле, он говорит, ну, ты понимаешь, что у каждого дня другие цифры, раз другие цифры, значит, разное помазание, разное помазание, значит, вот его увидеть, и действительно, разное помазание, то есть разные буквы, потому что буква цифра, цифра буква, на иврите это одно и то же, И когда я начала расшифровывать, действительно у каждого дня своя слава, у каждого дня свое помазание, свои возможности. И это настолько мощно. И вот там же в Африке начал Бог мне показывать. Не знаю, почему-то хочу это рассказать, если можно. У нас есть еще время? Конечно, конечно. У нас есть время. Опять не все совершенно свободны. Хорошо. Ну, короче говоря, там я вдруг вижу, что орел. Появляется орел парящий во время одной молитвы, поклонения. И Бог мне говорит, эра орла наступила. Я говорю, а что это значит? Ну, то есть тогда я ничего не поняла, что это значит, но поняла, что это круто. Он говорит, пророческое наступило, и пророческое начинает двигаться. И я просто так, ну, ощутила, как будто бы планета, осознала, что есть эта функция небес, способность летать, способность видеть, слышать, чувствовать, разуметь. Вот это вот пророческое. И оно начало двигаться. Потом проходит там несколько месяцев, и я слышу, что вторая фаза орла наступила. И я увидела, что уже человек изнутри орла смотрит какие-то процессы. Потом проходит еще немного времени, и третья фаза. Я не знала, сколько их будет, и не понимала, кому еще это открыто, но в итоге их там было около шести фаз, и каждая фаза что-то развивалась. Потом как бы орлы начали размножаться, потом появились орлята, потом автономные орлы начали парить. И я просто сокращаю, потому что это было эпохальное. В основном это было на празднике в Израиле, на Суккот было вот это сильное видение, когда 80 наций собрались на поклонение в Суккот на Мертвом море в Ингеде. И как только начало темнеть, вдруг поднялся гигантский белый орел. Где он там лежал, я не знаю. Но он поднялся, и просто из него очень много орлят вылетело, и он был как большой такой истребитель, и они были полностью зависимы от него. И потом сошла такая большая корона, и произошла коронация этого орла, ну и орлят соответственно. И это было вот на Суккот 19-го года. Потом в декабре я приезжаю в Питер и вижу Ольги Голиковой ночной молитвы, тоже большого белого орла, который уже, ну, как бы долетел до Питера, получается. И потом еду на конференцию в Красноярск, где была там Билл Джонс, очень большая там была конференция, апрель 19-го года. И важно мне оговориться тут, что пока я находилась в этой пятидесятнической церкви, с самого вот моего рождения, я все время поклонялась. Я все время ходила, пела, гуляла с собакой, пела. Все время я переживала Бога как-то вот по-другому, отлично, ну, от других. И больше всего мне нравилось поклонение. Я помню, что мы приехали первый раз в Иерусалим, и я пережила присутствие Божия еще на ступеньках, спускаясь к стене плача. И с кем-то я поделилась, и мне говорят, да ты что, это не присутствие Божия, это религиозный дух. Я думаю, да, надо же, так на Бога похож. Ну, и я какой вывод сделала? Что надо верить Богу внутри больше, чем Богу снаружи. Это очень сильно. Что твое внутреннее свидетельство, оно гораздо сильнее, чем внешнее. И твое внутреннее переживание, оно важнее, чем все, что говорят внешние источники. И это был Бог. Он со мной разговаривал там в Иерусалиме, потом он разговаривал со мной в разных других местах. И он приходил на меня даже сильнее, чем в собраниях, когда я просто на улице поклонялась ему, вот этими старыми песнями «Я сосуд в твоих руках». И там, не знаю, «Ты прекрасен и велик». Ну, то есть такие какие-то простые, помнишь, эти песни 90-х. И в какой-то момент, наверное, с 95-го года, я так думаю, я начала видеть стадионы. Я начала видеть эти стадионы, и я видела себя на гигантских стадионах с поднятыми руками, и что-то то ли поющее, то ли говорящее. И тогда же интернета еще не было, и вообще я не могла понять, что я вижу, и как я это вижу. И это видение, оно меня преследовало. Ну, наверное, 5-10 лет, я уже не помню. Но оно повторялось, оно нахлынувало, и оно было чем-то очень большим. И вот потом оно исчезло, и я Бога спрашивала, я говорю, это будут стадионы или не будут вообще, что такое стадионы эти. И тишина была. И вот тишина была до 19-го года, до апреля. И тут еще важно оговориться, что мы с Леной Пошариной познакомились в 15-м году, мне кажется, или в 16-м, сейчас уже не помню. И она сказала мне про конференцию на Азузе. И потом Рейб Джонер прислала приглашение, и в общем я тоже поехала на Азузу. Ты была на Азузе? Да. И я там был с Леной Пошариной вместе. Мы виделись, однозначно. Мы в толпе встретились, когда я вас поздоровалась. Ну, значит, я сейчас вспоминаю. Значит, мы с тобой физически встречались, точно. Ну, ничего себе, друзья мои, вот скандалы, тайны расследования. Мы, оказывается, с Яной виделись. Все, и ты открыла мне глаза. Точно, было, я помню, я помню, было. Да, сейчас разархивировался файл. Ну, вот теперь представь вероятность попасть на Азузу и встретиться в толпе. Очень маленькая. Не договариваясь. Да. Это Бог. Вот, и когда мы встретились, тогда там я увидела на Азузе несколько вещей. Во-первых, мы когда приехали, Бог мне сказал пойти на два места. Туда, где написано Голливуд, и на Азузу саму. Когда мы приехали на Азузу, там шло служение. Они репетировали стадион. Как они его репетировали? Они поклонялись, я думаю, неделю. Все команды, которые стояли на сцене, они друг друга с меня, я в пророческом потоке. Там, в общем-то, творили это нечто, и оттуда прямо разливалось золото. Я прямо видела золотые моря, елея, просто оно текло. И когда мы туда приехали, мы познакомились с одним пастором Саригона, а мы с шафарами, у нас легко было как бы сразу привлечь к нам внимание. И как сразу к нам подошел, он и рассказал, что Бог ему сказал про этот стадион, и он не понимал, что он видит. Он просто рисовал стадион, наполненный славой, синим огнем и золотым елеем. И у него прямо есть этот рисунок, он мне его тогда дал, и потом вот он вышел на Луигла и так далее. И он этот рисунок показал. Помнишь, было пасмурно? Они начали петь песню «The name of Jesus will lift it high». Да-да-да, по-моему, пел такой парень, да-да-да-да, но эта песня была бомба просто. Она вот была вот такая вот прям понарастающая, потом, по-моему, на испанском, потом ее снова пели. И вот когда они ее пели, вдруг я ощутила, то, что свет залил как бы в стадион, и открываю глаза, тьма, как бы там дождь идет, открываю, солнце светит яркое. И началось излияние, и как будто начал литься этот елей, и синий огонь пожрал этот стадион, он упал. И я это видела, что Бог принял эту жертву просто сверхъестественным образом. И потом, в какой-то момент, он сошел со своими армиями прямо на землю Америки, и он сошел почему-то в виде льва в синем огне. И когда он сошел, он поставил свои лапы прямо в центр этого стадиона, и там прямо у него он сказал, спустись, встань на дно, там как раз была команда Билл Джонса, и мы там стояли на этом дне, и там прямо дно, оно вот так колебалось, там стоять нельзя было на самом деле. И вот этот лев, он туда вот так лапы свои ставил, и вот потом, уже когда закончился Зуза, мы ехали к Гленну Смиту, не остались там еще на пару дней, хотя хотели, но в общем переигралась. И мы летели, я говорю, Бог, а что дальше? А он мне говорит, а посмотри в иллюминатор. И я посмотрела в иллюминатор, а в духе увидела этот стадион, Азуза, и увидела, что он стал одной большой головой льва. И лев начал рычать. И я говорю, окей. Еще там два часа летим, я говорю, а что дальше? А он мне говорит, посмотри в окно. И вдруг я вижу, что этот лев начал шествовать по земле, вбирая в себя вот так вот лапами, как бы города, горы, вбирая в себя, то есть Америку, вбирая в себя регионы. И он начал прямо шествие свое по земле, то есть ему что-то не знает, кто-то знает, но активация там произошла и очень сильная на Азузе, то, что там случилось. И я поняла, что тогда вот лев стартанул. Ну, для меня, может быть, у других пророков другая информация, но для меня это было так. И вот лев-орел, да, вот эти две комбинации. И орел, получается, возвращаюсь в 19-й год, то есть лев потом пришел в Израиль, льва я потом видела, что он начал рычать, потом мне все пророки начали писать, что лев рычит в мою жизнь и что мой голос становится подобно льву, подобно шафару, там какие-то вещи, но они не знали обо всех этих переживаниях, они просто мне это писали. Ну, я имею в виду на протяжении последних пяти лет. И в какой-то момент я вижу в видении, что лев рычит, я чуть прыгаю вперед, и он рычит долго, страшно, и непонятно, что он хочет. И я понимала, что он своим ревом вызывает других львов. И он поднимает львов буквально со всех земель, со всех континентов. И где они были, они отреагировали, они выходили вперед. Но были места, где львов не было. И он продолжал рычать, и рев был пронзительным, и начали рождаться львята. И начали быстро расти. Он продолжал рычать до тех пор, пока не поднялась львиная армия. И вот это была какая-то мощная активация на протяжении вот этих четырех-пяти лет последних. С орлами произошла вот эта вот фаза, что сначала человек понял, что есть орел, потом понял, что он может на нем летать, потом понял, что он может им быть. Потом он родился от орла, потом он повзрослел. И вот наступает конференция в Красноярске. И там в какой-то момент Бен Фиджеральд показывает свои стадионы. И вдруг Бог со мной разговаривает. Говорит, видишь стадионы? Я говорю, вижу. Он говорит, это не те стадионы. Я говорю, в смысле? Он говорит, это не те стадионы. Я говорю, а какие те? И он мне показывает и говорит, стадионы, которые я хочу, это будет служение поклонения 24-7, где человека видно не будет. Будет видно только мне. И я буду спонтанно забирать людей в небеса с этих служений. Люди будут переживать небо, будут возвращаться, как Шварценеггер, вспомнить все. И будут становиться очень сильными верующими, огненными верующими. И они будут приходить и переживать славу другого порядка. И будут евангелистами очень сильными. И в городе этот стадион не закончится до тех пор, пока город не станет церковью. Потом уже со временем мне показалось, что есть люди беременные стадионами. Прямо там пастора походили молиться. Мы там молились за очень большое количество пасторов. И за всю Россию, мне кажется, мы там перемолились. За все, что можно и нельзя. То есть там что-то такое было невероятное. И я видела некоторых людей беременными стадионами. Что они будут служить на этих стадионах. Они будут этого освобождать. И в конце уже этой конференции я увидела, что золотые орлы полетели во все стороны оттуда. А для меня золото это значит завершенный элемент. То есть это идеальный формат. Это уже совершенный. Ну, совершилось. То есть золотой Иерусалим уже лучше нет. Там золотой жертвенник, золотой ковчег лучше нет. То есть это все. И вот я увидела этих золотых орлов. Я поняла, что фаза орлов закончилась. То есть орлы готовы лететь, служить. То есть это пророческие служители, пророческие голоса. Пророческая вот эта воля к победе, она высвобождена. И Бог мне говорит, что эти стадионы, они начнутся. И после этого мы ехали в Англию. И меня догоняет пророчество Боба Джонса о стадионах. О том, что будут стадионы с 20-го года по 30-й год. То, что миллиард душ спасется. Последнее пророчество. То, что это будет служение в воскресенье и так далее. И я понимаю, что это те стадионы, которые я видела. То есть они меня догоняют. То есть это нельзя сыграть. То есть я это видела вначале, я это видела здесь. И вот оно меня как-то догнало. И параллельно развитие вот этих вот львов и орлов. То, что Бог показывал, что идет активация вот этих вот херувимов, так скажем. То есть этих функций херувимов или вот этих функций святости. Слушай, Яна, можешь объяснить для людей, которые еще не привыкли к языку пророческих людей. Я уже немножко освоился в их лексиконе. Поэтому я понимаю, что орлы – это отсылка к пророческому дару, к способности подниматься высоко, видеть целые регионы, причем видеть в деталях какие-то вещи подробно. Львы – это, насколько я понимаю, это царская власть. Это возможность осуществлять власть и, соответственно, забирать территории и разгонять, как это, выгонять силы врага. Я понимаю, что это за вы и львята, о которых ты говоришь, если на язык вот наш. Я думаю, что это лев из колена Иудина. Я думаю, что это откровение об Иисусе. Откровение о завершенной его работе, о его власти, о его силе, о его величии, о его могуществе, о том, что он уже все совершил и что нам все в нем принадлежит, и мы можем этим пользоваться и должны. То есть тут есть еще одно откровение, может быть, ты поймаешь, может быть, тебе будет интересно. Бог мне показывал, что есть лев, а есть агнец. И это одна и та же функция. Нельзя путать, где быть львом и где агнцем. Да, вот лев из колена Иудина, я повернулся и увидел агнца. Да, то есть, а есть орел, а есть голубь. Вот я тебя про это тоже хотел спросить. Я просто не хочу переключиться на язык, который перестанут понимать слушатели, а только мы вдвоем будем понимать. Поэтому я все играю с переводом. Я же переводчиком много лет работал. Вот ты говорила... Коллега. Что? Коллега. Коллега, да. Коллеги. Ну, я, кстати, в этом вижу, что такую руку Божью и школу Божью. Потому что Бог меня сделал таким... Он дал... Я пережил помазание первый раз в жизни именно в переводе. То есть у меня открылся рот, у меня английский был слабым-слабым, еле-еле там зачатки были. Но когда я в первый раз, меня вытолкнули, сказали больше некому, переводи, я начал переводить проповедь, полилось. И люди были в шоке. Я был в шоке, все были в шоке. И я вот так узнал опытным путем помазания. То есть сегодня мне легко, легче проповедовать, чем многим американским пасторам, которые там много чего знают. Но я знаю помазание. Я знаю, когда я перевожу язык Духа Святого, а когда я выдумываю концепции и говорю. Ладно, не об этом сейчас. Смотри. Вот ты сказала, что важно понимать, что нет льва без Агнца. Это одно и то же. Нет орла без голубя. Вот когда ты говорила о стадионах, а я при этом вспоминал вот это общество, как называется, общество голубей. Да. Когда там был не стадион, а наоборот, там была маленькая группа людей, которые уходили, и это был замкнутый круг, о которых никто не знал. Но они переживали такую мощную реальность Бога. Они перемещались в Духе. Они переживали посещение Бога, Ангелов, Духа Святого. Открывались двери в какие-то другие измерения, географические даже. Вот. И это вот голубь. Там нет стадионов. Я вот, честно говоря, вот может быть, ты мне поможешь. Может быть, в этом эфире, может быть, когда мы закончим и за пределами в личном общении. Ну вот я был на Азузе, там, где была ты с Пошариной. И меня не трогал этот стадион. Я знаю течение Духа Божьего, когда небольшая группа людей собирается. Я могу, ну то есть знаю течение помазания перед большой группой людей, но мне неинтересно стадионе. Мне интересно переживание Божьего присутствия, которое я чаще всего переживал вот от сердца к сердцу, лицом к лицу, или какие-то группы собираются, или какие-то церкви. Вот это вот махина, стадионы, мне как-то вот не трогало. И смотри, может быть, ты мне поможешь, потому что Господь должен перевести меня на какой-то другой уровень. У меня был сон пророческий, кажется, в начале этого года или в конце прошлого, я не помню. В этом сне машина моя заглохла между одной точкой и между церковью, и там зажигание не работало. И я оказался в этом сне в доме человека, который представлял семейство, где был отец, как это называется. То есть во сне это был человек, которого я знаю, у него свой бизнес. Отец открыл, передал сыну, сын продолжает у них автомастерские. И я вот у него в доме, у нас личные отношения, и в реальной жизни у меня личные отношения. И этот отец, я ему описал проблему с моей машиной, а он автомеханик профессиональный, он знает. Он говорит, а, я знаю, в чем дело, не проблема. Я пойду, ты здесь оставайся, я пойду починю тебе машину. И при этом, когда он собирается чинить мою машину, он зачем-то два огромных револьвера, пистолета себе в кобуры вкладывает. Я такой, опа. Говорю, ну, и они огромные, знаешь, ковбойские, как в фильмах про ковбоя, такие огромные пистолеты с барабанами. И он раз один положил в карман, и второй еще зачем-то берет. Говорю, зачем второй-то? Одного что недостаточно. Ну, ладно, он уходит. И перед тем, как он уходит, он говорит, слушай, но я тебе хочу перед тем, как уйти, задать вопрос. И он подводит меня к стене, на стене карта региона, к которому мой штат относится. Это регион больших, великих озер. Он граничит с Канадой. Это озеро Ири, Мичиган, там еще какое-то, я даже название всех не помню, но это большой очень регион. И он подводит меня к карте, говорит, посмотри, я смотрю. Он говорит, вот эту всю территорию купил мой сын, и она абсолютно не развита, там ничего нет. Как бы ты, как бы ты разработал эту землю, как бы ты развил эту территорию? И он меня поймал врасплох, потому что я понимаю, что я настолько не из этих людей, которые мыслят регионами и территориями, то есть у меня пусто в голове. Я говорю, слушай, ну ты не по адресу, я не бизнесмен, я не умею мыслить в таких категориях. И я попытался, ну как бы соскочить, чтобы просто сказать, у меня нет ответа, поэтому извини, это ты не по адресу. А он говорит, не, не, ты не понял, я хочу, чтобы ты подумал, как бы ты разработал эти территории. Именно вот этот регион Великих Озер, это огромный регион, там несколько штатов он включает. И ушел. А я остался один в его доме, кровать, и я подумал, о, день, я могу вздремнуть, отдохнуть, ну, никого нет, ничего нет, я могу лечь. И я раздеваюсь, собираюсь лечь на кровать, и приходит сын его, про которого он говорил, что эти территории купил. И я понимаю вдруг, что я все напутал, что это сын сейчас должен отдыхать, это его кровать. И я такой, о, о, извините, я не понял, и я начинаю одеваться, а пока одеваюсь, мы так чуть-чуть разговариваем. Ну и сон закончился, я ушел. И вот с тех пор я понимаю, что вроде как Бог мне кидает, ну, такие дружеские пинки дает, чтобы я не думал о вот этой церкви только в моем городке, чтобы я начал широко смотреть на регион. Но я это для меня настолько еще не мое, я настолько, ну, как бы, не понимаю, как в этом двигаться. Но что интересно стало происходить, стали связываться со мной люди из этого региона. И недавно даже вот пригласили в Пенсильванию и в другое. Слушай, я не хочу сейчас на личный разговор переключаться, но вот ты рассказала, сейчас переключим опять на нашу тему, может быть, потом вне эфира ты мне что-то скажешь, если захочешь, но ты рассказала, что было время, когда пророческое в тебе было, но ты не знала, как этим пользоваться. Пришел человек и активировал тебя, и научил, и ты стала пользоваться один на один. Ты служила людям, каждому подходила, возлагала руки, пророчествовала, молилась, и так длилась очень долго. А потом случился переход на региональные какие-то глобальные вещи. Как это случилось? Мне вот, как ты поняла, жутко интересно самому, потому что я понимаю, что Бог меня призывает к каким-то региональным большим вещам, а я ни в зуб ногой, ни в рот сандалем, как говорит моя жена. Я не понимаю, как в это входить. Я не понимаю, как в этом двигаться. Вот. Как у тебя произошел этот переход? Кто поспособствовал вот от служения один на один до служения на каких-то региональных масштабах? Поняла вопрос? Не очень. Я не знаю. Это было в региональном тоже. Это просто было мое представление о служении, что нужно послужить каждому, поддержать каждого, помочь каждого. И я думаю, что я Моисея даже отчасти понимала, потому что мне казалось, что Моисей готов был держать народ с утра до вечера, чтобы лично с каждым встретиться, чтобы каждый мог иметь возможность прикоснуться к тому Богу, которого он представлял. И я и так это видела на тот момент. Но потом появляется и Афор и даёт свою мудрость. То есть он говорит, ну, во-первых, поставь разумных и научи их, а они пусть разбираются. И то, что мне Бог сказал, делать школы. Делать школы. Ну, во-первых, я никогда не перестаю учиться. Я всё время учусь и развиваюсь, и расширяюсь у всех направлений, куда Бог меня зовёт. Так же, как и ты, я многопланово, многоуровнево чувствую, могу задавать вопросы, ответы там и так далее. И даже школа моя, она всё время совершенствуется, модернизируется. Если я её веду, то и практики модернизируются, там и всё остальное. И всё время идёт расширение. И там и семь Духов Божьих, и не семь Духов Божьих. Но как перейти, мне кажется, ты сделал уже этот шаг. Вот то, что сейчас мы находимся в онлайне, и ты заполняешь эфир, и уже ты вышел за рамки одного региона. То есть у тебя несколько стран уже как минимум проинтервьюированы. Это только начало. И я верю, что ты тот человек, который соединяешь людей славы. То, о чём мне Бог показывал, что сейчас соединение людей славы. Людей одного помазания, людей одного потока, людей одного органа, может быть. Потому что есть разные органы. Есть даже о пророках. Важно говориться и сказать, что есть пророки на город, есть пророки на страну, пророки на поместную церковь, пророки на планету. Есть планетарные пророки, которые могут функционировать на всей планете одинаково. Им не нужны санкции, не нужны особенные разрешения. У них по статусу оно автоматически, как, знаешь, люди мира. Есть такое планетарное служение, оно активировалось в 15-м году. И Бог сказал, что сейчас выходят на арену люди не международное служение, а планетарное служение. Большая разница. То есть это люди, которые способны служить на планете. То есть мы знаем, чтобы вообще где-либо, как-либо функционировать, нам нужны санкции. Нам нужно разрешение от Бога, чтобы не передвигать межи. То есть что, ну, пойдёшь со мной, пойду, как он с Давидом разговаривает, да можно ли мне там? Можно. То есть какие-то вещи. А есть вот тогда те полномочия, они даются изначально, по статусу, по рождению там, или по ситуации. И вот эти вот открытые небеса тебя сопровождают везде, и тебе не нужны эти санкции, например, да? Это одна грань. Вторая грань, которую тоже очень важно захватить, что есть люди, пророки, которые глаза, например, они видят. И ты будешь их определять. Я видел, я видел, я видел, я видела. Что ты видишь, а что ты видишь? А как я видела? Вот ты будешь слышать, что человек говорит, я видел. Ты будешь понимать, что это глаза. Есть уста, да, например, он будет говорить, не Бог сказал, там, я говорил, там есть голос, например, есть уши. А есть тактильные пророки, которые они чувствуют, я почувствовал, я осознал, там, я пережил. Есть, которые, вот я просто знаю. Есть, например, на ощупь идут, да? То есть, иногда руки могут быть глазами, иногда ноги могут быть глазами, да? То есть, как бы, мы ногами территорию проверяем, шагами. То есть, у каждого, ну, важно понять, к какому удару ты относишься, с одной стороны, да? То есть, и не путать это, потому что глаза, они, ну, это не уши. И уста, это не глаза, то есть, понимаешь, да? Ну, хотя органы все взаимосвязаны, и, в принципе, в пророчестве все пять органов чувств задействуются. Но главное, когда, вообще, на школу милости просим, конечно, если хочешь. Вот, но, то есть, важно понимать, к какому типу ты относишься, какие у тебя там полномочия. Явно, что Бог тебя переводит в что-то большее. То, что в этом сне озера, великие озера, это большое скопление воды. То есть, это хранение воды, которую нужно распространить. Я бы советовала прочитать свидетельство, пророческое видение Светланы Исайчук, «Краны в пустыне». Оно очень сильное для меня. Мне кажется, оно даст тебе ответ на все предыдущие вопросы, которые мы обсуждали. Оно просто бомбическое. Хорошо, я обязательно прочитаю. Я обязательно прочитаю. Реально. И потом, вот насчет выхода, мне кажется, движение уже началось, и Бог будет тебя экипировать постепенно, как я вижу. И Бог всегда, знаешь, что делает? Он соединяет нас с теми людьми, с кем нам пришло время познакомиться, для того, чтобы они нас усилили. То есть, нет случайных людей в нашей жизни, нет случайных знакомств, нет каких-то случайных событий. Если бы ты знал, как я не хотела ехать в этот Красноярск, один Господь-свидетель. Как меня уламывали, как меня... Я даже не очень хотел ехать, честно говоря. Я ради Лены поехал, просто чтобы ее сопровождать и помогать ей там и с переводом, и с английским. Ну, да. И я, кстати, сейчас вспомнил, да, действительно, мы там встретились и кратко пересеклись, пообщались. Да-да-да. Вот. Но там тоже был интересный момент. Как раз, когда я с вами встретилась, я познакомилась там с апостолами из Африки, мне кажется, из Америки, с несколькими людьми, которые устали сидеть. И мы начали молиться. И они мне тогда напророчествовали вообще. То, что начало потом вот развиваться и происходить в моей жизни, там и пророческие школы, и там люди, которые придут в мою жизнь. Ну, короче, все, что... И это удивительно, потому что точно я там не ждала, что-то там случится. Там в перерыве, можно сказать, в этом стадионе, да. Ну, и я им напророчествовала, какие-то вещи им усилила. Но вот к тебе возвращаясь, я думаю, что твой сон говорит о том, что тебя Бог говорит, что я купил много воды. Вода – это жизнь, вода – это слово, вода – это дух, вода – это помазание. И что ты будешь делать с этой водой, которую ты имеешь? И вот здесь есть еще одно откровение, которое я хочу высвободить. Сколько в кране есть воды? Столько, сколько в резервуаре, к которому он подключен. Кто водопроводчик? Ну, это я не знаю, ты мне сейчас загадка зашли. Ты имеешь в виду я? Конечно. Окей. Он говорит, из вашего чрева потекут реки, воды живой. Но я решаю, они будут течь только для меня, только руки помыть, напиться, или для того, чтобы затопить город, затопить страну, затопить регион. Начать можно с молитв. Я, например, когда молюсь, я получила откровение, не знаю, может пригодится кому-то, Псалом, это где написано, поднимите ворота вверхи ваши, и войдет царь славы. Там же написано про поколение Израиля. И вот интересно, я думаю, какие такие ворота будут поднимать свои головы? Ну, что это за ворота? Можете себе представить, что-то ворота вдруг голову поднимают, о ком речь вообще идет. И как-то я поразмыслив, пришла к выводу, что ворота – это мы. И если я стою на поклонении с поднятыми руками, поднимаю голову, тут зал славы входит, а дальше я решаю, куда он выйдет. Выйдет только для меня, любимой, и мне хорошо. Или заполнит весь зал, я позволю этому выйти. Мысленно, да? Или я позволю на весь район растянуться? А может, на весь город? А может, на весь регион? Строим потоп. Кто решает? Да. Хорошо. Слушай, Яна, я смотрю на время, оно улетело просто мгновенно. Я очень надеюсь, что я не перетянул все одеяло на себя, и слушатели что-то получали для себя. Хотя я, конечно, как и все люди, немножко эгоистично, мне интересно, мне больше нравится. Слушай, задам напоследок такой вопрос. Я уже задавал некоторым пророческим людям его. Это, наверное, интересно для тех людей, у которых внутри они знают, чувствуют, и, возможно, уже осознали и приняли тот факт, что Бог их помазал на пророческое служение. Такие люди часто переживают недопонимание со стороны других членов тела Христа, других христиан, верующих, и очень часто переживают отвержение. И это отвержение ранит, и эти раны зачастую не исцеляются, и потом мешают им жить, и мешают им служить в чистоте. Вот ты, как человек пророческий, я думаю, что ты похожие вещи тоже переживала. Как ты получаешь это исцеление, чтобы не вот эта вода, которая должна через тебя течь, она не была отравлена никакой горечью? Вопрос понятен или не очень? Да, конечно. Да. Это тоже наша школа пророческая. Очень хорошо. Вот я думаю, что сейчас есть люди, которые слушают, которым надо очень услышать, как не позволить горечи оставаться в них. Просто очень важно, когда ты приступаешь для того, чтобы служить другим людям или вообще соприкасаться с Богом или вообще выполнять функцию сосуда, очень важно приходить в состояние чистого листа. Что значит чистый лист? Ну, во-первых, я каюсь за всё, что было до этой секунды, за всё, что Бог называет грехом в моей жизни. То есть часто есть вещи, о которых я не знаю, что это грех. Да, и важно исповедоваться в этом тоже. Во-вторых, я тут же облекаюсь в чистые одежды, да, в святости, в полноту. Ну, естественно, прощаю всех, развязываю. Есть схема по прощению, по освобождению, да, от обид, от горечи. То есть я называю это склянки с ядом. То есть тут же нужно это отдавать на крест, тут же разбираться и не удерживать это внутри себя. То есть когда ты приходишь в состоянии чистого листа, что это значит? Вот что было, например, с как его звали? С Нейманом. Он приехал, он военно-начальник. Он очень не последнее лицо в государстве. Он не чистый лист был. Он вообще не чистый лист. Он приезжает, обращается к царю. Царь его перенаправляет к пророку, а пророк не выказывает ему чести. То есть его понятие о том, как его должны встречать, как его должны принять, как к нему должны относиться, оно рушится. Ну или давай по-другому скажем, не срабатывает комплекс ожидания. И что происходит? Ему все задолжали. Вот то, что я говорил. То есть он по счетам не заплатили, он теперь... Да все, не буду. Молчу. Давайте. Ну вот. Что происходит? Он приходит и рушится его комплекс ожидания. Но пророк смотрит в корень. Пророк видит, в чем причина болезни этого человека. И это причина гордости. И для того, чтобы вылечить его от гордости, он не оказывает ему почесть. Раз. Два. Он заставляет его публично раздеться и окунуться в мало... Ну вообще, если вы были в Израиле, то Иордан он очень малопривлекательный. Особенно в том месте, где Нейман окунался. Он там вообще мутный, узкий и вообще ни о чем. Такая речка странная. Вот. И еще такая холодная, дно неприятное. И вообще, по сравнению с реками полноводными там России, там Америки и других стран, это вообще ни о чем. Он говорит, что других рек не было? То есть он справедливо говорит. То есть он это видит. У него шок тотальный. Я это могу себе представить. И Бог его заставляет раздеться. И когда человек раздевается, что происходит? Так мы узнаем о статусе человека. Только по одежде, по погонам, по короне. Если этого нет, он человек и человек. Так или нет? Ты не узнаешь, это царь, это президент или это, там, не знаю, капитан милиции, whatever. То есть, когда человек раздевается, он такой, какой он есть. Вот когда он унизился, раз, когда порог не вышел, два, когда он разделся публично перед своими слугами, Бог тут же его исцеляет. И когда он исцеляется, меняется вся его жизнь, меняется его мышление, он понимает, что я хочу служить этому Богу раз и навсегда. Да? И он даже землю просит для поклонения. То есть, настолько меняется, трансформация происходит. И послужение пророка, оно трансформирует жизнь. И поэтому служение пророка, оно, мы почтальоны, мы не несем себя, мы несем небо, мы не несем свое послание, мы несем Бога. Никому не интересно, что думаю я, интересно, что думает Бог. И когда обращаются ко мне, имеют в виду Бога. И если я себя ставлю в подмену, то уже проблема. Но если я понимаю, что я всего лишь лист, на котором рисует Господь, и что хочет, то рисует, что хочет, то транслирует, как хочет, пусть так говорит. А я всего лишь передатчик, да? То есть, я себе не присваиваю этой славы, потому что он славы своей не отдаст никому. Без славы мы не можем жить, но и славу свою он не отдаст никому, да? То есть, так интересно, все согрешили, лишены славы Божьей. Но он как бы требует, чтобы слава была ему и вся честь только ему. И поэтому для меня, я понимаю, что я чайник, который кипятит воду. Я не буду говорить, что я не могу кипятить воду, я не чайник, или я кривой чайник. Да я была создана, чтобы кипятить воду, и я ее кипячу. Ну, грубо говоря, да? Когда я учила призвание, я всегда говорила, ну, слушай, сковородкой можно гвозди забивать, но все же на ней лучше стейки жарить, да? То есть, как бы лучше получится. Я не знаю. Да, я услышал тебя. Я услышал тебя. Я еще вот, когда ты говорил, я вспоминал мой разговор с Николаем Зайцевым, очень хороший. Он это называет состояние. Он говорит, меня Бог научил. Ты, когда выходишь служить людям, ты должен быть легкий, как перышко. То есть, не иметь собственного веса никакого, ничего. Да, и это, это, пожалуй, чудесно. А вот, отвечая на собственный же вопрос, который я тебе задал, я просто еще раз подчеркну, мне кажется, очень важно любому человеку, который христианин, верующий человек, желает переживать Бога и служить в Духе Святом. Мне кажется, все-таки очень важно с самого начала своего пути разделить личные отношения, как Дитя Божьего, с Отцом Своим и какую-то функцию, которую Он тебя приглашает, призывает, вводит в тебя. Это разные вещи, потому что, ну, и вот беда, это тоже мы с Николаем обсуждали, что многие христиане, которые голодные души, не насыщенные Богом, они пытаются насытиться своим статусом, который приходит, например, через их дар, через их служение. То есть люди начинают на них обращать внимание, потому что дар начинает себя проявлять, и они начинают подпитывать свою душу вот этим вот одобрением, уважением, почитанием людей. А нельзя, надо сбрасывать себя, все время это сбрасывать, очищать, белым листом, как ты говоришь, возвращаться. Вот мне даже, помнишь, такие экраны в советское время были, на них там потрясешь и как бы заново можно рисовать там какими-то такими крутилками. Нарисовал, все, картина закончена, да, тряханул, ничего не осталось, пусто опять. И вот нам надо быть такими экранами волшебными, где по существу Бог никак не меняет свое отношение к нам. Это те слова, которые ты услышала с самого начала, внутри сердца, когда ты собиралась выйти из окна. Он сказал, что ты, ну, я тебя люблю без всяких условий. Вот если в этом не укорениться, а это для меня сила Евангелия, это белый парус с красным крестом, на который дует Дух Святой, то все, чем окончатся твои потуги быть кем-то, это будет снова вот эта вот галера римская, где ты станешь рабом. И не дай Бог еще будешь успешным, так ты построишь еще одну галеру, где прикуешь кучу людей туда. А надо быть легким, как перышко, чистым листом, абсолютно не иметь никакой собственной значимости, кроме значимости, которую отец тебе дает, глядя на тебя с улыбкой, любящего отца, обнимающего, любимого ребенка. Вот если этого нет, у тебя ничего нет, дорогой друг, даже если у тебя много даров. Если это есть, стой в этом, живи в этом, пускай корни в этом, теки и осуществляй служение из этого. Яночка... Если мы любим, мы любимы. То есть если мы любимы, мы любим. И все должно идти из любви, конечно же. Вообще восстановление вот этого, то, что ты сейчас сказала, оно очень важно. не чтобы не было подмены понятий. Конечно, в первую очередь я сын, я дочь. Но о небе у нас не будет там Яна пророк или там будет Яна дочь. То есть у нас самое главное вот это вот личное отношение, оно это алифбет, с этого все начинается. Когда он тебя как бы включает уже в свою любовь, в свой шалом, уже потом все остальное. И главное, чтобы не было этих примесей, потому что много лжепророков восстанет. И они уже восстали. И с некоторыми Бог разбирается сейчас. Но главное, мне, знаешь, очень понравилось, вот ты человек пробуждения однозначно. И я вижу тебя на стадионах, хочешь ты или не хочешь, понимаешь ты или не понимаешь. Но это другие стадионы. Это не будет, как было на Азузе. Это будет небо в движении. Это будет слава, которая будет накрывать. Это будет ковчег, который будет приходить. Это будут такие вихри славы, которые мы не можем вместить. Я вижу эти стадионы постоянно. Я вижу, что это набирает обороты. Я вижу, что небо уже изливается золотом. И два слова просто скажу в заключении, что ты говоришь про женщин золото, они были обществом закрытым. Но общество голубей должно подняться в последние времена, писал. А, я смешал два понятия общество золото и общество голубей. Да, и вот общество голубей это мы, которые наполнены Духом Святым, наполнены этими парусами славы, где мы не несем себя, несем Его. И когда мы несем Его, то мы и сами себя находим. Аллилуйя. И наслаждаемся им. То есть потому что когда Его присутствие оно окутывает, то мы же первые вкушаем от того, что мы приносим. То есть мне очень нравится этот пример. Конечно, тем очень много затрагиваю, я знаю. Но просто Бог мне сказал, когда Джеймс Малони за меня молился в 2020 году, я, во-первых, немножко разочаровалась. Тогда я думаю, что, просто пророк, что ли? Что-то я ждала чего-то большего. Ну, как-то так. Но я вышла, у меня живот надулся. Такая, как будто я забеременела чем-то. Думаю, ну вот, ничего не почувствовала, только живот надулся. И через два дня у нас была конференция нашего Нью-стрима в Москве. И вдруг Бог мне говорит, я славу Моя не отдам никому. И такой страх сошел с одной стороны, а с другой стороны такой трепетый, такая радость и такая трезвая. Знаешь, как-то вот он умеет так показать. И вдруг он говорит, все, что было тайно, у женщин золото, я хочу делать явно. Я хочу это показывать на крышах, на кровлях, я хочу транслировать это, я хочу говорить золотой глобус, а не золотые подвалы. И мне тогда прямо осенило, что я забеременела золотым глобусом. И мы начали молиться за то, чтобы вся планета покрылась славой, чтобы все люди Земли, они просто переживали небо в реальности. Вот этот парус, о чем ты говоришь, вот эта вот реальная завершенная работа Иисуса Христа там. И вот в Иерусалиме два месяца назад был такой момент, мы поднялись, где храм, и исчезла мечеть, и появилась золотая минора, семисвечник. И потом исчезла будка, где поклонялись мусульмане, и появился золотой крест. И золотой ковчег стоял. И я понимала, что завершенная работа Иисуса приводит в завершенное, совершенное, совершенное присутствие Божие. Назад в Иерусалим и начинал весь мир. И мы в этом процессе, и идет это движение. И эта полнота наполняющая, она просто приходит. И вот сейчас, как бы, уже нет времени, не буду занимать эфир. Слушай, я понимаю, что мы с тобой еще не один эфир проведем, я так предполагаю, потому что, судя по тому, что мы с тобой на рекорд вышли, я еще не так долго ни с кем не записывал. Я бы еще дальше говорил, но просто я боюсь, что это уже будет предел крайний для наших слушателей. Хотя наверняка напишут, могли бы продолжать дальше. Друзья, хорошего понемножку. Завершение, продолжи мысль с вами, мы завершим, и я попрошу тебя в конце помолиться тоже за наших зрителей и слушателей. Ну просто золотой ковчег славы в завершенной работе Иисуса он двинулся. Золотой Иерусалим двинулся, золото течет. Его присутствие, оно возвратилось в Иерусалим, и в России сейчас я видела просто сретение Бога с человеком, я видела, как крышка ковчега была снята, и церковь был доступ дан к самым цветным вещам, которым не было доступа столетий. То есть вроде никто и не пытался, но это сейчас Господь сам делает. В следующий раз расскажу про херувимов, про всё остальное. Обязательно. В общем, что-то происходит, что-то началось, и мы свидетели, мы участники. И Денис, тебя Господь поднимает. Спасибо большое. И твой парус он расправляет, я прям вижу этот парус. И Господь направит этот ветер Духа настолько сильно, что никто не остановит, никто не остановит. И твоя способность различать потоки, она усиливается, да, различение усиливается. И я вижу, что Бог даёт тебе свою сокровенную, манну как победителю, И я вижу, что свежий хлеб всегда у тебя будет на столе, и тебе всегда будет что дать. И всегда будет чем накормить людей. Никогда не будешь думать, что говорить и как. Вижу, что будешь много ездить, вижу, что будешь влиять на очень большие массы людей. Вот это помазание сейчас, которое я получила на Патмосе от Моисея, я просто чувствую, что оно высвобождается в твою жизнь. Это как управлять большими количествами народа, да, то есть Господь будет давать эти тайны и погружать, просто идёт высвобождение сейчас очень сильное. И эта слава, она на тебе, и она расширяется, и она умножается. И вот каковы мысли в душе, и вот таков и он. На чём фокусируемся, то умножается. Если фокусируемся на минус, минус умножается, фокусируемся на славу, слава умножается. И мы просто эту славу сейчас высвобождаем, транслируем, активируем в жизни Америки, в жизни твоей церкви, в жизни всех, с кем ты будешь встречаться, в жизни каждого здесь находящегося в эфире и всех, кто есть в Ютубе. Господь, благослови, только ты один можешь. Посети, накрой, накорми, наполни, подними, потому что приходит время этого излияния, этой жатвы, когда жатва будет собрана и из неё будет сделан вкусный хлеб, потому что жатва это не конец. Я благодарю тебя, Отец, за то, что ты двигаешься в великой силе, в великой славе, и ты собираешь этих людей, которых ты готовил, тренировал, экипировал, снаряжал, активировал, взращивал. И пусть это помазание, оно умножится, умножится, умножится. Пусть это благая весть о том, что жив Господь и любит нас без условий и принимает именно такими, какими создал. Потому что хотел бы по-другому, сделал бы по-другому. Он зародыш видел твой, он ткал тебя в утропе, он хотел тебя именно таким. И если бы ему надо было другое, он бы сделал другое. Поверь мне, ты совершён весьма хорошо. хорошо весьма. Ты его творение, ты его благословение для этой земли. Ты ответ этому миру в этом последнем сезоне. Во имя Иисуса. Теки, Господь, простирайся. Вижу жатву, просто золотую жатву, которую ты соберёшь, которую мы соберём. Это движение, оно нарастает, оно усиливается. Спасибо, Господь, за комбайны славы. Аллилуйя. Спасибо. Любим тебя. Спасибо. Поплотяйся. Аминь. Аллилуйя. Спасибо большое, Яна. Спасибо огромное. Я получила огромное удовольствие, пообщавшись с тобой. Жалею, что когда мы встретились на Азузе, мы не пообщались толком. Но ничего, мы это всё дело компенсируем. Мы сейчас прощаемся с нашими слушателями. Я заканчиваю запись, но мы с тобой на несколько минут останемся, чтобы там маленькие детали обсудить технически. Хорошо. Пишите, пожалуйста, комментарии, ставьте лайки, распространяйте. Всё, что полагается делать на Ютубе, делайте. И слава Божье будет распространяться дальше через этот канал. Спасибо.